Масонство западного происхождения И тогда мы с вами быстренько можем перейти к небольшим, к началу наших комментов Михаил спрашивает, Алекс, вы масон? Ну, я как бы в таком ключе, давайте так отвечу А с какой целью, Михаил, вы интересуетесь? Отвечайте Значит, Алик Ферзьев, женщина на корабле к беге Ну, в общем-то, знаете, это действительно есть такая сказка Я, кстати, не совсем знаю, почему она возникла Почему это существует, такое странное мнение Почему на корабле, может быть, кто-то напишет кратенько Это было бы даже интересно Вот, но, понимаете, мир изменяется сейчас, конечно И не только на корабле, но и на самолете женщину мы с вами увидим Например, в виде стюардессы Поэтому, как бы, это довольно замшелое понятие Хотя я лично про себя могу, конечно, ну вот Давайте я вам конкретную историю коротенькую расскажу По поводу женщины на корабле Это, может быть, даже будет как иллюстрация Я же тоже, получается, немножко замшелый Я согласен, например, на то, что женщина не может выполнять кое-какие функции Просто в силу физико-химических реакций Как в теле, так и в голове Это без оскорбления Ну, вот, знаете, как я помню историю на Новый год Просто сейчас близится Новый год, через неделю будет, да? И вот новогодняя история Значит, елка у нас Мы, значит, собрались с большим коллективом И, значит, елка А как-то немножко архаически поступили На елку прилепили реальные свечки и зажгли И вот в какой-то момент, естественно, кто-то там что-то пошатнул Елка, одна свеча наклонилась Елка загорелась И она начинает полыхать И картина, вот, следующая, да? То есть, я это вижу, вот, прям, знаете, как в замедленном кино Ну, вот, как в каком-то боевике То есть, женщины впали в ступор То есть, вот они встали И вот у них вот этот рот раскрыт Из него, как бы, летит немой крик Ужаса там Помогите, спасите Мужчины, значит, все дружно бросились к елке Расталкивая друг друга И один из мужчин, значит, схватил ее Она уже горела То есть, он, причем ее схватил Ну, вот, как бы, ну, там, где пламя Уже не обращая внимания Дернул и бегом, как бы, потащил ее в ванну Бросил ее в ванну Кто-то включил душ Все залили, все прошло То есть, я это к тому, что Реакция мужчины в данном ситуации Абсолютно мужская Реакция женщин абсолютно женская Поэтому, конечно, кое-что Например, с моей точки зрения Женщине не стоит делать, да? Это не значит, что ей не надо водить машину Безусловно, но с моей точки зрения Есть вещи, которые вот требуют Какой-то природной Какой-то генетической истории Которую женщина пока не достигла Такими темпами, как сейчас Развиваясь общество И развивая женщину Я думаю, через несколько поколений Женщина будет действовать так же То есть, у нее будут такие же Ну, вот эти психосоматические реакции Вот, поэтому Я бы сказал Неправильно у вас, наверное, все же Ну, это, наверное, вы в порядке шутки юмора Про женщину на корабле Существуют ли инопланетяне? Нет, Алик Я считаю, что нет Где жуткие тайны? Ну, позже, рю То есть, в конце Не торопитесь Федор Грач В давние времена парусного флота Женщин в команде корабля не было Поэтому присутствие женщин на корабле Зачастую было причинно живых поединков Ну, да, это же классика жанра Ну, то есть, я поэтому и говорю Ну, согласитесь Ну, хорошо Вот в ложу, например, женщин не допускают Предполагается Да, в обряде у масонов Обязательно есть кинжалы Пламенеющий меч, например, есть Есть просто здоровенные мечи Там всяких офицеров масонских Ну, вот, представьте Появляются женщины Кстати, они сейчас везде Во всех ложах Что-то я ни разу не слышал Чтобы кто-то кого-то там Зарубил вообще Из-за какой-то дамы Да, то есть Ну, это просто чепуха какая-то Ну, то есть Если женщина себя может вести Прилично на балу Каком-то на светском Из-за которой И она там, между прочим Из-за нее никто Ну, правда, стреляется на дуэли Потом из-за женщин Но в любом случае Послушайте Как это мешает обсуждению Скажем Каких-то важных Насущных проблем Мирового значения Или духовного значения Если ты, в принципе, женщину исключил И не интересуешься ее мнением Да мне это загадка Ну, потому что Как бы Женщина, она в любом случае Никуда от тебя не денется Ты придешь домой И она тебе там Половником тебе по башке ударит Вот вся твоя философия Вылетит нафиг Вообще из головы И поэтому Как бы Обсуждать мировые проблемы Там Религиозные Политические Без женщины Это просто смешно В наше время Ну Жаль, что На протяжении Там Трехсот лет Регулярные масоны Английские Этого не понимают Ну, кое-кто уже понимает Так Нирвана Полностью с вами согласна Распустили нынче женщин А я не говорю Что их распустили То есть Вы не со мной согласны Вы с кем-то Наверное С Федором Грачом Согласны Нирвана Алик Ферзев Проблема женщин В нелогичности Действия на фоне Гормональных Перестроений На протяжении Всей жизни У мужчин тоже есть Гормональные Перестроения Согласитесь Это как бы Глупо отрицать Другой вопрос Конечно У женщин Это большая проблема Да Там Ну Условно говоря И всякие Климаксы Ежемесячные Блин Выскочилось Глава Как это Ну Короче Когда Настроение Вдруг резко Падает В преддверии Менструации Как это называется Выскочил из головы Не важно Ну понятно Что у них Это сложнее Но Но это как-то Очень примитивно Из-за этого Не обсуждать с ними Насущные проблемы Алла Головина Считаете ли вы Считаете ли вы Что масонство Продолжать делать Традиции Масонных Высоких Людей Высоких В смысле Физически Как бы Трехметровых Нет Не считай Я считаю Что это ерунда Насчет Аллы Извините Но Высоких Людей Это Сказки Про белого Бычка Игорь Рыбехин Спрашивает Самая жуткая Тайна масонства Это то Что они Реженые клоуны Ну Вы Остроумный Игорь Ром К Масоны Существуют Уже понятно А иллюминаты Это одно и то же И кто запускает Каждые 300 лет Апокалипсис Ну Здесь два вопроса Ну На самом деле Конечно Масоны иллюминаты Это разные Я только что об этом говорил Иллюминаты Это просто Одна из Галтелых Компаний Ну Условно говоря Надо было Что-то свое Ну Вейсгалт Да То есть Видит что все хорошо идет У масонов Как все так делают Все делают До сих пор кстати делают Организовывает свою банду Там условно говоря Зависимых от него людей Друзей Не знаю Знакомых Покупает их Объявление дает Давайте сделаем Новую команду Она кстати Ну работает До сих пор Иллюминаты работают Хотя Ну Они не так конечно Прижились Как масоны Даже Розенкрейцеры Обогнали 300 лет Каждый Апокалипсис Ну вот Это Рома Ромка Я на самом деле Только что Недавно отвечал Нет Не было Никакого 300 летнего Апокалипсиса Чепухает Хотя в принципе Вот например У Андрея Степаненко Я уже Несколько раз О ней Упоминал Замечательная работа По Комете Которая возвращается Вот примерно Раз Сколько там 300 лет Что ли 280 Или Я сейчас Говорю Подзабыл Вот И вот Она Частью Своего Хвоста Бьет По нашей Земле Просто так Ну чисто Как бы Природным Образом И вот Вот этот Акт Физического Творения Вызывает У нас Чуму Голод Неурожаи Катаклизмы Вот природные И так далее Вот Но это Надо вам Смотреть Друзья мои Смотрите На сайте Тайном нет С которого Я сейчас С канала Вещаю Есть вещь Андрея Степаненко Там по-моему Несколько 15 серий Примерно Называется Вещь Там есть Слово Апокалипсис Наберите Апокалипсис И там Будет 13 серий Вы все Это у него Очень хорошо Вы видите Там большие Большие Работы По полтора По два Часа Очень подробно Андрей Это рассказывает Замечательная вещь Олег Ферзев Жил ли Фламель И был ли Философский Камень Ну Философский Камень Это философское Понятие То есть Имеется ввиду Конечно Каждый Может вложить В это Понятие Что-то свое Вот Не тема Нашего Сегодняшнего разговора Хотя Я готов На эту тему Потом Как-нибудь Поговорить А фламель Да Я думаю Что физический Человек Был Только он Не нашел Конечно Ничего Но его Найти Невозможно Потому что У каждого Повторюсь Свой Камень Я дома Одна Свет Вас Здорово Так Николай Колывань Индийские Мастера Гору Не масоны А очень Чтимые люди Самые Древние Ну Да Но я Не говорил Что они Масоны То есть Как бы Индийское Масонство Оно Как-то Вообще Мало Известно И мне В том Числе Я не Слышал О том Что Были Какие-то Важные Масонские Скажем Ложи Я Потому что Эту Тема Интересуюсь Довольно Давно И Как бы Пишу Наверное Было бы мне Что-то Известно Про это Федор Крач Отвечает Игорь Рыбяхин Это Театр Так Иван Увера Почему Комната Размышления Выкрашена В черный Цвет Ну Комната Размышления Иван Правильно Спросил Да Это Как бы Один Из ритуалов У масонов Когда Начинают Принимать Ученика В масоны То есть Ученик Это Первая Ступенька Вообще На большом Пути Жизненном И вот Собственно Горят Ты Попадаешь В комнату Где Помимо Черного Цвета Кругом Темно Практически Должно Быть Ну Горит Обычно Одна Свеча И Куча Каких-то Предметов Которые Тебя Должны Немножко Напугать Немножко Заставить Тебя Чувствовать Неудобно Заставить Думать О вечном О бренности Своего Бытия Ну и так далее То есть Поэтому Черный Цвет Он просто Сакрализует Пространство И Наводит На определенные Мысли Канальный Канал Дневник Мага Паула Каэля Имеет В отношении К масонству Уж Есть Подозрения После Почтения Это Хорошо И Май Скромного Мнения Ну Канал Я Честно скажу Я не читал Паула Каэля Я считаю Что это Билетристика Это как-то Время терять Может быть Это вещь Хорошая Я один раз Пытался Прочитать Какую-то Вещь Каэля Но это Мне совсем Не зашло То есть Там что-то Просто То ли Перевод Плохой Ну это Такая Пурга Какой-то Многословная Впрочем Я сам Многословный Но Там было Больше Поэтому Просто Устал И бросил Михаил 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 С Алекс Мне нужен Один знакомый Масон На референс Для того Чтобы вступить В клуб Я На это отвечаю Алекс Там значит Смотрите Меня мои товарищи Хорошие Которые Являются Масонами Они попросили Дать контакты Я их даю В аннотации Там значит Есть и сайт На котором Можно заполнить Форму И есть Электронная почта То есть Это абсолютно Безопасно То есть Там нет Ну как Знаете Нечего бояться Сейчас это легально Это не тайная Организация Какая-то Экстремистская Поэтому Если есть желание Любой Может написать Туда в аннотации И с вами Свяжутся Игорь Рыбяхин Федор Грач Отвечает Они затеяли Диалог Взнос Денежный Там Вступление Индивидуально Не маленький Но те Кому они Служат Я уверен Что Фаточка Не бегает Ну Вы знаете Я не знаю Я знаю Сколько стоит Вступление Я уверяю Вас Это очень Недорого Недорого Ну как бы Понятно Что Я знаю Просто С порядок Не буду его озвучивать Вот Если хотите Как я и сказал Перед этим Пишите письма Так вот Как бы Конечно Никакой там Бедности У Будущего Масона Не подразумевается Конечно Но это Не означает Что его Разделут Как клипку Там есть Ежегодный Взнос Как Не знаю Как Раньше Платили Членам партии Взнос Комсомола Вот Так Сейчас Наверное Кстати В какой Единой России Наверное Тоже Платят Взносы Мне кажется Членские Хотя Не знаю Не уверен Но Это Как Партийная История Небольшой Взнос Должен быть Неразорительный Федор Грач Масонство Было Когда-то Действительно Двигателем Прогресс Сегодня Ложи Это Или Банальное Объединение Предпринимателей Или Кружки Странных Персонажей Вы Знаете Так Пролетело Да Вот Вы Знаете Федор А я С вами Соглашусь Потому Что На самом Деле Если Это Не очень Хорошо Можно Транслировать На Западное Масонство То В России Так И Есть То Есть Как Б Вот Я Знаю Многих Масонов И В общем То Ну Понимаю Что В принципе Русское Общество Вообще Не Готово К Этому Почему Объясню Даже Простым Примером На самом Деле Ведь У Западного Масона Обязательно Входит Такой Элемент Как Благотворительность Обязательно Входит И Этот Момент Он Просто Как Б Вот В этих Ландмарк Ну Ландмарк Это Установление Правила Жизни Масона И Вот Он Обязателен Именно Даже В Ландмарк Поэтому Там Есть Определенные Моменты Которые Ты просто Не можешь Обойти Помимо Годовых Взносов То есть Они Люди Не Самые Бедные И Там Всегда Есть Взаимопомощь Например Да То есть Например Там Ну Называется Дети Вдовы Да То есть Ты Приходишь Просишь Помощи Там На похороны Пример Вот Получаешь Эту Помощь От Братьев От Братства Значит Сешний Спрашивает Я Как Смотрел Документальный Фильм Было Рассказано О том Что Когда Переводили Инвагил Иван 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 Гил Не знаю Что Это Перепутали Профессию Христа По Измене Мужчина Из рода Христос Был Не Плыв Как Камечек Может Быть Ну Как Было Я Про Это Ничего Не Знаю Это На самом деле Все Эти Легендарные Истории Еще Раз Напомню Что Это Как Мы Обсуждаем С вами Не Какие Мифы Сказки Я Против Этого Сегодняшнего Солочи Разговор Мы Обсуждаем Реальную Историю Реальная История Показывает Что Это Однозначно Есть Примерная Дата Рождения Общества То есть Это 17 Век И Соответственно И Она Прослеживается Эта История Плоть до Наших Дней Михаил Спрашивает В Нью-Йорке Мембершип Стоит 50 тысяч Доллар Год Ну Я Не знаю Откуда Михаил Это Взяли Это Ерунда Все Не может Такого Быть Это Безусловно Если Есть Какая-то Штука Покажите Раз Где Вы Это Взяли А во-вторых Ну Я бы Так Сказал Что Это Вполне Может Быть Просто Благотворительный Взнос Какой-нибудь Разовый Каких-то Людей Но Это Совершенно Точно Абсолютно Не так Практически Я не знаю С моей точки Зрения Каждый Десятый Американец А это Извините Меня 25 Миллионов Человек Ну Я так Примерно Считаю Конечно Я шучу Даже Но Пусть Даже 250 Тысяч Человек 2 Миллиона Даже Человек Все равно Являются Масонами Понимаете И Никаких 50 тысяч Никто Заплатить Не может Потому что Средняя Зарплата Какого-нибудь Реального Камельщика Практического Камельщика Где-нибудь Настройки Поэтому Не Не Надо Ромка Не случайно Они разделились Что-то пошло Не так Ну В общем-то Здесь Не что-то Пошло Не так А это Обычно Мерились Пиписьками Обычная История Просто Кому-то Хотелось Тоже Занять Лидирующее Положение Потому что Скажем так Должность Главного Начальника Всегда Дает Какие-то Преференции Согласитесь И она Дает Преференции В том числе И в масонстве Поэтому Если у вас Досточтимый Мастер Все время Из какой-то Определенной Группы Скажем Братьев То Понятно Что хочется Чтобы был Свой человек Досточтимым Мастером Вот вся история Выбрали Атулов Рюрикс Пока что Масоны Напоминают Комсомол Да Современные Масоны Напоминают Комсомол Особенно Английские Алла Головина Тамплиеры Высокие люди Ну вот Алла Уже второй раз Про высоких людей Спрашивает Что-то ее Беспокоит Рост Я не пойму В чем тут Прикол То есть Ну Разного роста Масоны Бывает Я думаю Тамплиеры Тоже Тамплиеры Сейчас тоже Возрожденный Ондер Он естественно Существует Поэтому Среди них Тоже есть Высокие люди Алла Николай Павлов Является ли Мормонство Приложением Учения Масонства К общественному Стройству Нет Мормоны Это не Масоны Хотя Они Используют Некую Обрядовую Сторону Немного В этом Смысле И Безусловно Скорее Это религиозное Течение Ему Могут Даже Кто-то Сектой Назвать Это Такой Махровый Протестантизм Вот Он Неплохо И нехорош Он просто Сам по себе Есть Мормоны Очень уважаемые Люди В Америке Хотя Среди Мормонов Есть Естественно Масоны И Мормонам Не запрещено Быть масонами В отличие Кстати от Большинства Религий На земле Которые Религиозным Людям Запрещают Быть масонами Начиная От христианской Церкви Мусульманской Церкви И например Ортодоксальным Евреям Тоже Категорически Запрещается Вступать В Брасно Вольных Камечек Стив Даг Спрашивает Какое Отношение Масонов К Резенкрейцерам Вы Имейте Ввиду Стив Если Это Раньше Хотя В общем Можно В общем Ответить Я так Скажу Что Однозначно Масоны Резенкрейцеров Не Воспринимают Серьезно Они Учитывают Что Они Есть Я Был Так Сказал Но Серьезный Масон Это Фигура Более Высокого Качественного Порядка Они Просто Их Не Рассматривают Резенкрейцеров Как Скажем Ну Так же Как Например Регулярный Масон Не Рассматривает Общение С Представителями Устава Мемфис Мицраим Или Либерального Масонства Не Рассматривает Так же Он Не Будет Рассматривать Общение С Резенкрейцером Это Где то Там Иоанн Сусанин Спрашивает Андрей Степанов Молодец Я тоже Сторонник Его Версии Да Андрей Молодец Безусловно Друзья Можно Глоточек Воды Сделаем Марина Бурьянова Спрашивает Сейчас В очередной Раз Перечитываю Химическую Свадьбу Резенкрейца Резенкрейца Марина Вроде Сказка Однако Напис Так обстоятельно Что такое В ощущение Что Он Видел В реале Может Рад Там Может Быть Согласитесь Никто Ни для кого Не секрет Что В те времена Большинство Скажем Вот Алхимиков Да Проводили свои опыты Писали свои творения Начиная там С Джона Ди Например Естественно Под веществами Мало того Они Как бы Сам смысл Их существования Был в том Чтобы найти Эти вещества И философский Камень Ну Искался Разными способами Понимаете И Понимаете Какие вещества Я имею ввиду Поэтому Где он там был Конечно Бедный Розенкриз Это вопрос Понятный Ну Учитывая Что это В общем-то Аллегорическая фигура И такая Немножко Фантазийная Поэтому Конечно Мы не будем С вами Переживать За него Алла Головина Опять спрашивает Петербург Что ли крестьяне В лаптях Возили Гранитные глыбы На лошадка Алла Что-то Какие-то вопросы Вообще Алла Давайте Вы все же Вот Ну как-то Немножко В тему Постарайтесь Сегодняшнюю Задавать Ну к чему Вот это все Какие-то крестьяне Ну Ну конечно Строили крестьяне То есть Согнали Бедных рабов В лаптях И конечно Они возили Что-то на лошадках Какие-то глыбы Тоже возили Безусловно Все погибли То есть Весь Петербург На костях В чем вопрос Алла Мегапиксар Так Строили Петербург Отвечает Алик Ферзев Скрывает ли от народа Технологии эфира Тесла Это один из человек Или Гранит Ну Честно говоря Не знаю про Тесла Ничего Ну естественно Знаком Алик Его С его вот этими Шумными подвигами Но У меня нет мнения На эту тему Хотя На самом деле Думаю Что Сейчас Многое скрывают Если уж так По-честному Ну конечно Не Тесловские Теории эфира Безусловно Я бы так сказал Что Это напоминает Мне спор Как-то Я уже о нем Говорил По-моему На эфире Даже С Андреем Синельниковым Там была такая История Что Нефть У нас Скоро на земле Кончится Ну лет 50 Осталось Ей И вот Даже такие Способы Изуверские Конечно Для планеты Для природы Придуманы Как фрекинг Да То есть Это гидроразрыв Пласта И соответственно Природа После этого Вокруг умирает На несколько Десятилетий Ну то есть Это страшный Способ Извлечения Углеводородов Из земли Вот Ну у кого Территорий много Например Скажем Американцев Это в общем-то Не так плохо Почему Потому что Действительно Достаточно Территорий Чтобы Ну оставить Ее Так Пусть Зарастают Эти раны И добывают Фрекингом Эту нефть Тоже достаточно Пустынных Районах Я там был И Как бы Видно Что там даже Люди не живут Ну скажем Техас Какой-нибудь Аризона Извините Вот Но Что я хочу Сказать Обратите Внимание Что Вот это Все Взорвалось И поддержано Государством Именно Вот Как бы В начале Тысячелетия В начале Эры Водолея Как кто-то Может сказать Резко Неожиданно Да Произошло Почему Не совсем Понятно Но так Как в принципе Мы можем С вами попытаться Это увязать Например С тем Что углеводороды Заканчиваются На планете Ну легко Доступные Естественно Обозримые Разведанные И дальше Их добывать Будет абсолютно Дорого Невыгодно Бессмысленно Чтобы поддерживать Езду На этих Автомобилях То значит Найден какой-то Новый способ Энергии Можно предположить Поэтому Как бы Давайте быстренько Считают Например Лидеры Мира Считают Быстренько Сработаем Эти увлеводороды Несчадно Все просто Вот Спалим К чертям Собачьим И Потом Явится Миру Новая Энергия Ну может быть Ее можно и назвать Энергия эфира Ну это так Конспирология Иоанн Сусанин Что знаете О масонстве Священства О масонстве Филарета Дроздова Яков Трех лож Я честно Не знаю Кто такой Филарет Дроздов Но священников Огромное количество В масонстве Причем Мало того И раньше Было всегда Я уже упоминал Сегодня Десмонтон Например Который Сам лично Предложил Отменить Масонское Правило Главное Правило Вера в Бога Да И Можно быть Атеистом И это был Французский Кальвинист Или Лютеранин Я не помню Но в любом случае Это был Реально действующий Протестантский Священник Который был Соответственно В Великом Востоке Франции Работал Андрей Трофимчук Почему масонов Называют этой фразой Какой фразой Называют масонов Уточните Андрей Так Облака Тучи Здравствуйте Спасибо Приглашайте Хрусталев Ну вот Алексей Все время приглашают Я уже отвечал На этот вопрос Я постараюсь Но я не очень уверен В результате Ну причем Мало того А что мы будем С Алексеем обсуждать Если в принципе Мы будем обсуждать С вами Вот ту нашу Замечательную работу Франция Родина Христа То есть Взорвавшую мозг Фактически Действительно России Ну и кстати говоря Франции Там у них тоже Сейчас популярная работа Алексей По моему перевел На французский язык Ну или не сам А кто перевел Так извините меня Мы это все Обсудили А так По моему Алексей сейчас Занимается Совсем не тем Он вообще-то Филолог Специализируется Специализируется По отношению По отношению Народ Это в общем Стадо Конечно Всегда у этого Стада Есть какой-то Вожак Хороший Или он плохой Это уже не так важно Но мы к сожалению Не способны К самоорганизации Если назвать Самоорганизацией Какой-то Кратковременный Бунт Ну в общем-то Да Всех поубивали Всех поизнасиловали Но потом-то У этого бунта Все равно Появляется Выгода Приобретатель И вожак Так что Ну это Настолько Кратковременное Событие Без Вожака Самоорганизации То есть Ее не бывает С моей точки зрения Мегапиксар Если все работает Без эфира То и не надо Выдумывать Ну может быть Да Нирвана Получается Что масонство Это финансовый Пирамид Последний Плать первого Ну нет Это конечно Не так Это просто Организация Ну скажем Самый простой Аналогичный Пример Это как церковь Ну или партия То есть Почему Церковь не пирамида Согласитесь Там никаких Последних нету То есть Там просто Человек Вступает В ряды Вольных каменщиков И платит Ежегодный взнос Где же тут Пирамида Алик Ферзев Народ РФ Готов на пожертвование Так Недавно Они пожертвовали Свою пенсию Да Это было Сансаку Хороший стрип Благодарю Благодарю вас Сансаку Антон Вахмин Хаббат и масонство Связано Ну это Хаббат Это я так понимаю Шаббат То есть Имеется ввиду Уже Скажем Каббалистический Иудаистский Термин Да Ну я честно говоря Так скажу Что конечно Часть масонства Безусловно Является Еврейской Частью И Она Имеет Большое Влияние Значение Ну почему Хотя бы Просто по той Причине Что Евреи Грамотные Умелые Финансисты То есть Это у них Не отнятие Ну например Как Скажем И музыканты Да Например Ну какие Другие народности В чем-то другом Более Талантливые Например Кенийцы Хорошо бегают Да там На длинные Особенно Дистанции Это природные Качества То есть Их нельзя Исключать Из обсуждения Поэтому Скажем Евреи Естественно Участвуют Сейчас в масонстве И занимают Какие-то Видные позиции Хотя Еще раз повторю Мы с вами Посмотрели 18 век Как Организовалось Масонство И увидели Что никаких Евреев Там в принципе Нет И даже Мало того Это был Огромный Скандальный Дискурс То есть В 18 веке Вообще Не принимали Евреев Хотя Они делали Попытки Вступить В братство Потому что Это выгодно Это знакомство Это безусловно Продвижение Своих Не только Идей Но и Возможностей Материальных Так вот В 19 веке Постепенно Это все Стало На свои места Евреев Перестали Различать По национальности Их стало Ну Сколько и положено В процентном отношении В мире Столько их стало Ложе Это нормальное явление То есть В данном случае Масонство Никак не отличается От мира Да Так Что дальше Мегапиксар Цель масонов И других Тайных Группировок Сатанизм Так Пролетело Мегапиксар Так Сатанизм Их бог Князь мира Ну Мегапиксар Да Это вот Высказывает Типичную Вот эту Я бы ее назвал Грубо Но не буду И это Вот эти все слова Они просто не имеют Никакого отношения К реальности К действительности Мы с вами серьезно Это обсуждаем А не просто Кидаемся Какими-то Ну вот эти Жидомасонскими Лозунгами И воззваниями Поэтому Мегапиксар Я вас Моляю Давайте Вы дотерпите До конца Ну Даже это раз Ну и во-вторых Я более подробно Вот на таких Русских людей Которые Вот этим Любят заниматься Забавляться Вот этим Своим Жидомасонством Я это В следующем Эфире Отвечу 30 30 Декабря Там будет У меня Русское Масонство И там Вот это все У меня Подробно Разбираться Будет Федор Грач Духовный Анархизм Народ В 91 Году Голосовал За сохранение СССР Потом Также Ненагласно Молча Согласился С развалом СССР Ну это уже Мы были Да Наш народ Молчалив Да Безусловно Это кстати Еще Пушкин Говорил Если помните Духовный Анархизм Пепять пишет Не способен На самоорганизацию Да не я Не могу понять В чем Могуществом Масона Вот у нас У хакеров Сновидения И сталкеров Есть Сила А влияет На человечество Например Наши люди Берут на работу В ЦРУ Ну Поздравляю Что вы работаете В ЦРУ И одновременно Здесь У меня на эфире Я очень рад Что это Вас интересует Мой разговор Вот А Сила масонская На самом деле Ну я бы так сказал Друзья мои А я уже на тему Даже недавно Только что сказал Я в конце Подведу итог Ну кратко Спойлер Что я хочу сказать Нет никакой силы Особенной Масонской Это одна из Организаций Которая Ну с моей точки зрения Хорошая То есть вы можете Считать по другому Но в принципе Она не более чем Одна из организаций Мировых Такая Такая же как Например церковь Такая же как Вот эта куча партий И так далее Федор Грач Русских отпустили Из рабов 150 лет Никакого нет Правда Ну Это уже Общее размышление Федор Да Николай Павлов Был ли Наполеон Масоном Ну вы знаете Про Наполеона Известно однозначно Что его брат Был масоном То есть 100% А сам Наполеон Как бы считается Немного такой Загадочной фигурой Это примерно так же Как и Его современник Царь император Руси Александр Первый Про него Вам скажут Железно Что он был Масоном На самом деле Документов конечно На этих Государственных Деятелей Нету Вот Ну если вы Мое мнение хотите Я считаю Что конечно был Потому что Есть опосреданные Вещи Которые Которые Говорят о том Что он был И огромное Количество Тому Доказательств С моей точки зрения Я кстати хочу Как нибудь Ну до лету Наверное Сделать работу Про Николая Ой Тьфу Николая Про Наполеона И там В общем то Наверное Эту тему Затрону Андрей Трофимчук Почему масонов Называет Масон Да Я не знаю Кто называет Андрей Никто не называет Кроме Безграмотных Людей Масон С одним Испишется Масон Это какая-то Чепуха Знаете Где-то на эфире Сейчас он пропал Я его не вижу Был человек Влад Одинцов По-моему Звали его Он в общем то Как-то так Очень качественно Начал Комментировать Историю С дуэлью Пушкина Я ему благодарен Он там Рассказал Куда попала Пуля Почему это Анестезия Как-то так действует Особенно Молодец Он разбирается Видно в тени Он какой-то Спецназовец По-моему Но зато потом Он как-то принялся В комментах Рассказывать нам Какие-то дикие сказки Значит Ну в ответ На то Что там Я говорю Что Пушкин Был масон Ну вот он там Начал Вот эту вот Филологическую Эквилибристику Которую я просто терпеть Не могу Просто бредятина То есть Значит там Что-то у него Масон Это мясной сон Мясоеды Это Сонные Трупоеды Ну какая-то Понимаете Я не знаю Для серьезного Спецназовца Такой дискурс Просто за грани Так что Еще раз всем И вам Особенно Николай Андрей Вернее Извините Сообщаю Масон Это просто Название Ну выглядит Оно Это простая вещь То есть Ну как бы По-английски Это пять букв М А С У М Значит Ну по-английски Произносим Мейсон Отсюда Масон Без всяких Двойных С Ну означает Это в просторечии Это вольный каменщик Там Фри Фри Масон И так далее Франк Масон Фри Масон То есть Ну это вот Отсюда Это западный термин Нирваночка А вот я помню Нирвана А это оказывается Нирваночка Три семерки Извините Хаббат А не хаббат Ну кстати Кто-то пишет И с одним Б Так что тут В общем Я в этом честно говоря С вашими Хаббатами Не силен Меня хоть все Очень активно Называют евреем Но я не еврей И в общем-то Про это ничего не знаю Мегапиксар АС Спасение человечества От энергетического голода Я кстати согласен Я Обеими руками И даже двумя ногами За атомной электростанцией На современном этапе Намного экологичнее Конечно Чем Жечь Мазут Или уголь Юлиан От кого Пушкин Получил мандат На открытие ложе В кишине Он получил мандат В ложе Острея То есть Ну это Я напомню У меня есть Это все В четырехсерийном материале Вот И соответственно Там я говорю Что В этот момент Примерно 1818 год Действовало две ложи То есть Пушкин Вступил В ложу Острея По Скажем так Я считаю Что по наводке Ну соответственно Для того Чтобы развалить Его Ну скажем Возвели В степень Досточтивого мастера С определенным патентом Это вполне легально То есть Получается Патент на открытие ложе И так во всем мире действует И соответственно Он едет В Кишинев Для дальнейших Своих шагов Так Юлиана спрашивает От кого пушки Да это я уже Значит Александр Золотарев Товарищ профан Иногда Такой Галиматью порит Что дива даешься Ну видно Что Золотарев Наверное Какой-то Продвинутый массон Духовный анархизм Федор Грач Надо учиться Солидарности Хотя бы Как у Франции Ну да Тут я только за Неферат Добрый вечер В следующем стриме Тема декабристов В контексте Масонских лож Затроните Ну вы знаете А что затрагивать В принципе Как бы тема декабристов Уже муная освещена Просто Да Просто я сам уже Раскалился Дебил А уже от этого Пушкина декабрист Так что теоретически Все сказал Друзья мои Смотрите Лучше тот эфир Где Все про Пушкина Там есть Ну Было много 10% Считается официально Я так Прикидывал Что по моему 30-40% Среди декабристов Были масоны Безусловно И поэтому Они конечно Несли свою правду А Сами идеи Декабризма Они безусловно Масонские Там даже Затрагивать нечего Это просто Чисто вывезенные Вот Что из запада Из франции Чистое масонство Вывезенное Свобода Равенство Братство Алик Ферзиев Почему в настоящее время Церковь не находится На лидирующей позиции Как основная власть Был ли конфликт Усильных мерсиях Где церковь Терфиатской Борьбе за власть Ну а Почему Вы считаете Что церковь Не находится На лидирующей позиции Она находится На лидирующей позиции С моей точки зрения Раз Ну а с другой стороны Я просто Тогда вам Алик напомню Маленький момент Что вот этот Как бы Момент Когда В начале церковь Управляла Ну вот Населением планеты Да То есть Ну Цивилизованным Условно говоря Да Европа Вот Как пример То потом Ситуация перевернулась В результате Как раз Реформации Именно Реформация Позволила Светскому Государству Взять В свои руки Бразды правления Ну Как государством Так идеологией И Уже церковь Стала служить Государству Ну Например Тогда королю Сейчас президенту То есть Примерно Та же история И у нас Как ни странно Она Не совсем так быстро Это получилось Как на западе Но все равно Получилось А собственно говоря Так и должно быть И в этом Ну как бы Сермяжная правда Понимаете Почему Потому что Не может Как бы Современное общество Быть под властью Церкви Понимаете Это Это Как бы вам Карл Маркс Про это скажет Скажем Под властью церкви Может жить Феодальное общество Да А вот Например Буржуазное общество Ну а Социально Социализм Коммунизм Или то Что у нас Сейчас Я даже не знаю Как называется Но не важно Ну допустим Что мы немножко Еще такой Постсоциализм Живем Предположим Да И все равно Мы с вами Относимся К буржуазному Государству А там Царь Главнее Церкви Однозначно Николай Руднев Масонская ложебная Брит внедрял И внедряет Прогрессизм США И по всему миру В результате Этой деятельности Налицо Как вы относитесь К прогрессизму Ну прогрессизм Я не знаю Что такое Прогресс Вот С моей точки зрения Вещь необходимая Просто для того Чтобы выжить На этой планете И в общем-то Прогресс полезен Для всех нас Мы с вами Пользуемся И прямыми эфирами Смартфонами И прочими Благами И машинами Поэтому это Как бы Благо нам дал Прогресс Человечество Прогрессизм Это какое-то Наверное Утилитарное значение В вашем понимании И это Наверное Лучше в следующем эфире То есть Ну потому что Я вижу слово Бнайбрит Это Америка Которая Которая рулит Бнайбрит Я вас расстрою Николай Ничего этого нет Это чушь собачья На самом деле Но мы на эту тему Подробнее поговорим Вот в следующем эфире 30 декабря Сансаку Может ли Агностик Стать масоном Может конечно Сейчас масоном Может стать любой Духовный анархизм Алик Ферзев Для начала Церковь должна быть Отделена от государства И власти Чтобы влиять Да Анархизм Анархизм Очень правильно Говорит Андрею Тоже спасибо Александр Воронцов Масоны Это не простой Вольный кайфчик Это шакалы В овечьей шкуре Не знаю Чем вас так Масоны обидели Александр То есть Ну Эту тему Мы до конца Если вы дослушаете Наверное Мы с вами увидим Что Ничего шакалевого В них там нет Это люди Ульян Скриптиенко Хаббат Организация Люцифера Ну Во-первых Я вообще не знаю Что такое Организация Хаббат Вот А потом Ну Люцифер Это наверное Не так уж и плохо Тогда В таком случае Потому что Люцифер Несущий свет Свечи во тне То есть А то что вы В принципе Я так понимаю Подразумеваете Что это Отрицательное значение Не имеет Ну это тот разговор Который мы Мы с вами и ведем Я надеюсь Вас убедить В обратном Хотя Ну мне вообще По барабану Если честно Люцифер Федор Грач Духовный анархизм Отвечает Планет Земля Скоро придет конец Спасение Феодализм Ну вот Федор Вы что-то Как-то уж очень Это Нас назад зовете Я не согласен Духовный анархизм Федор Грач Миром правит идеи Предложите другую Да вот Идея я согласен Правит миром Так Александр Александр Светлая память Филиппа четвертому Красивому Разгромившего Тамплиеров Ну Не знаю Александр Вы наверное Каких-то определенных Таких Скажем Как сказать Ну церковный человек Наверное Да Раз вам нравится Эта история Собственно Собственно говоря За что тут Светлая память Человек Который Ну условно говоря Отнял деньги У группы людей Они не самые лучшие Были люди Тамплиеры Безусловно Это Как бы мы с вами Примерно Можем представить В обличении По трахами Ну а почему Удивительно Собственно говоря Ничего в этом удивительного Во всем мире Уверяю вас Всегда сидели Какие-то Инородцы Ну не всегда Частенько Да То есть И чистота крови Очень условное Понятие Я как самый простой Пример Приведу Например То что сегодня Для меня важно В нашем разговоре Филипп Третий Аранский Вот Филипп Третий Извините меня Голландец Да То есть он Из Голландии Пришел В Англию И создал Новый мир У Голландии То есть Молодец Кстати Потомство не оставил Между прочим Ну как бы У него была Соправительница Жена Ну как бы Англичанка Часокровная Ну вот он с ней Как бы правил Там Сколько не помню Сколько 20 лет примерно Создал новый Абсолютно мир Поэтому Молодец Что же в этом Плохого Сергей Найтрин Александр Воронцов Вы правы Я тоже так думаю Не знаю Что там А Александр Воронцов Про рептилоидов Сергей Найтрин К нему присоединяется Молодцы друзья Есть уже двое За рептилоидов Так Александр Надолинский Масонский Ритув Николай Руднев Все уже в том Что это будет Их хозяин Ну Кровавость Александра Мы уже Ощутили В предыдущих Ответах Так что Я не уверен Кстати Александр Что кто-то Кого-то пустит Под нож Это очень Сомнительно Цивилизация Так не будет Развиваться Ну Конечно Какие-то Мелкие Эпизоды Какие-то Мерзкие Да И там Под нож Кого-то Зарежут Легко Представить Они наверняка Будут Но В принципе Масонов Пустить под нож Уже просто В принципе Нельзя Потому что Ну Я говорю Их официально Где-то Под 4 миллиона Да Официально Это только Скажем Ну Те которых Списки Сейчас можно Обнаружить А сколько Неофициально То есть С моей точки зрения Эту цифру Даже на 10 Можно легко Умножить То что-то Как-то 3 миллиона Маловато Вы бы видели Друзья мои Сколько Вот лож Я по миру Вам уже сто раз Говорил Поездил Видал Всякое Ну Вот Сколько Лож В мире Ну Вот В Америке Это в каждом Провинциальном Городке То есть В селах Там есть Масонская Ложа То есть Прям Вот вывеска Все Красиво У меня куча фотографий Какие-то Дикие Совершенно Места Я вот Например Никогда Не забуду Один раз Это значит Было В Южной В Аргентине В Патагонии То есть Понимаете То есть Там вообще Просто Там можно Сутки ехать Нету Ни одного Села Заправок Нету То есть Там самое страшное Дело Это вот Большой перегон Километров Там 600 На машине Надо Затариваться Бензином Потому что Нету Заправок Вообще Нету Ничего И проезжаешь Какую-то селу А там Масонская ложа Хорошее Симпатичное Здание Оно Конечно Небогатое Конечно По сравнению С домами Окружающих Соседей Но оно Нормальное Чистенькое Людь туда Явно ходят В Африке Например Это вообще Песня То есть Какой-нибудь Ну Про ЮАР Разговоры Нет Ну Например В Намибии Едешь В Намибии Масонские Ложи Так что Не вырежут Никого Дружище Иван Унвера Спрашивает Какие бывают Дополнительные Степени Выше Мастера Ну Это вопрос Красивый Иван Но Долгий Я не знаю Наверное Подробно Не буду отвечать Ну Есть просто Организации Дополнительные Да Вот Для Масонства Они в разных Вот этих Послушаниях Они разные То что Вот я вначале Вам говорил Да Есть регуляры Есть нерегуляры Есть Мистики Да Назовем их Аккуратно Так Так вот Ну Условно говоря У первых Двух Сейчас В современном Масонстве Где-то До 33 Градусов Хотя Есть Например Уставы Где По-прежнему Три градуса Они резко Сопротивляются У шведов Например Девять градусов В масонском Уставе В шведском Вот А мистики И эзотерики Ну Условно говоря Самая большая Организация В этом Духе Это Устав Мефис Мицраим До 99 Градусов И сотый Градус У них Оставлен Для Великого Архитектора Вселенной То есть Для Как бы Масонского Бога Вот Все градусы Естественно Там Имеют Свои Названия И все Такое Они Делятся Там На Классы На Группы Но это Уже Не так Интересно Сегодня Николай Павлов Является Либо борьба Иезуитов И масонов Реальной А не ложной Тихотомии Вроде Нападающих Ищущих Ну Нет Вы знаете Вот Хороший вопрос Николай Благодарю Можно Конечно С точки зрения Коспирологии Так Рассмотреть Но Я бы Сказал Что Мое Понимание Вот Много Лет Скажем Да Я изучаю Эту Тему И Я бы Не Сказал Что Это Именно Подстава То есть Это Реальная Драка За Власть То есть Которую Попеременно Кто-то Упускает Кто-то Приобретает Заново И я бы Так Даже Спойлером Сказал Что Сейчас Я Например Считаю Что Церковь И Иезуиты В том Числе Конечно Побеждают Масонов А Масоны Сейчас Отступают Лет сто Назад Масоны Наступали Сейчас Отступают С моей Точкой Зрения Ну На Идеологических Фронтах Естественно Никто Не ведет Какой-то Войны Физической Михаил Алекс Так Пролетел Значит Михаил Спрашивает Алекс Что Скажете Насчет Александра Кроули Ну Не Александра А Алистер Кроули Если я правильно Понимаю Да Это человек Любопытный Ну О нем Конечно Долго Можно Говорить Но Это Вот Как раз Кратко Скажу Так Это Один Из тех Друзья Мои Кто Вот Создал Вот Эту Жуткую Славу Масонству То есть Ну Вот Его Вот Эта Сексуальная Революция В Герметическом Ордене Да То есть Золотой Зари И Соответственно Жуткие Изуверские Совершенно Обряды И Какие-то Вот Эти Вот Камлания И В общем-то Его Высказывания И его Тексты Они Принесли Как раз К сожалению На достаточно Приличных Людей Возможность Дали Возможность Возводить Какую-то Жуткую Напрасну Ну Знаете Как Это Опять же Да Я Закончил Московский Университет Ну Среди Выпускников Университета Их Там Я не помню Сколько-то Тысяч В год Наверняка Есть Убийцы Правильно Там Есть Насильники Педофилы Какие-нибудь Я не знаю Всякая Отривия И мерзость Да Но Сказать Что Из-за Этого Выпускники Московского Университета Сволочи Я не могу Сказать Потому что Я сам Не Сволочь И я Знаю Моих Однокашников И я Прекрасно Знаю Кто Сейчас Потому что Огромное Количество Прекрасных Людей Как можно Тогда Всех Кучу Загрести Но вот Из одного Алистера Кроуля У нас Получается Та же История Возводится На Масонов Это Неверно Так Антон Вахмин Когда Выйдет Ваша Книга О масонах Антон Столько У меня Знаете Лежит Штук Двадцать Может Тридцать И все Вот так По чуть-чуть Я там Как бы Делаю Эх Я Неорганизованный К сожалению Такой Перчило Вот Александр Надолинский Не знаю Я Насчет Книги Я прям Расстроился Сразу Извините У масонов Есть процедура Экзаменации Тела Тело Не должно Быть изменено Так как Нельзя Рушить Храм Местящего Духа Это Одна Из причин Отсутствия Женщин Вы знаете Я думаю Что Александр Вы правы В какой-то Степени Но мы Говорим Конечно Скорее Не о Теоретическом Моменте А уже О Современном Масонстве И вот эти все Например Порядки Которые Условно Были Нормальные Триста лет Назад Они сейчас Работать уже Не могут И уже Не работают Кстати Женщины уже Везде Николай Руднев Христианство Раскололи Прогрессисты Я не беру Более ранние Времена Там была Другая история Они сейчас Этим занимаются Эта история Началась В 43 Году Бнайбрид Ну понятно Николай Опять про свой Бнайбрид Я так понимаю Опять про Какой-то Прогрессист Ну то есть Я еще раз Повторяю Что Конечно Мы возможно Ведем Два абсолютно Разных Дискурса То есть Кому-то Нравится Прогресс А кто-то Нас Стремится Загнать Во времена Ильи Муромца И Ивана Грозного Я категорически Против Я уверен Что если вас Николай Конкретно Взять И закинуть Куда-то В нерасколотое Прогрессом Общество Я думаю Вы взводите Очень быстро Оттуда будете Кричать Мама Спаси меня Обратно Или роди Меня обратно В наше время Ну как бы Уверен Что Хорошо Если вы Ответите За свои слова Тогда А потом уже Вернетесь Обратно Так Бакалей Скалкин Что скажут Масоны В шестом Технологическом Порядке А я не знаю Что такое Шестой Технологический Порядок В России Прото Ересиарх Зачем мы тут Живем Вообще Ради работы Или Разножения Интересный вопрос Кто мы Куда идем Классика Жанра Александр Михеев В России Есть масоны Вот был Богданов Кандидат Но что-то Не верится В него Как масон Ну я тут Буду аккуратен Александр Мне не хотелось Андрея Богданова Чем-то оскорбить Хотя В общем-то К нему Очень разные Отношения В масонских Кругах Я потому что Знаю многих Масонов И разных Послушаний И даже Его В его Ордене К нему Относятся В общем По-всякому Прямо так скажем Вот Ну масоны Конечно есть Да Я просто Так как мы Говорим О России Я подробнее Предлагаю эту тему Я подробнее Тогда освещу 30 декабря В следующем эфире Сергей Малахов Тамплиеры ваши Не наши Что значит Ваши Тамплиеры Нет Я как бы думаю Что Тамплиеры Тоже часть Вот этого Орденского Такого Мира Да То есть Где люди В общем-то Собираются Особенно Современные люди Конечно Иногда Это выглядит Достаточно Юмористически То есть Надевают На себя Всякие Цацки Надевают Всякие Халаты Надевают Какие-то Фартуки Ошейники Куча орденов Могут надеть Перчатки И все такое Ну и В общем-то Ходят с этим Размахивают Мечами Что-то такое Произносят Формулы Словесные Со стороны Человек скажет Боже Что вообще Дурдом Ну как бы Понимаете Так как В принципе Слово Программирует Нашу мысль Человеческую И Естественно Мысль Программирует Наши Поступки Нашу жизнь В принципе То Давно Доказано Что надо Произносить Определенные Формулы Много раз По сто раз На дню И Вы тогда Достигнете Ну какого-то Другого Понимания Того Что вам Хочется Или того Что вам Предлагают Например Ну более Умные люди Понимаете Поэтому если мы С вами это обсуждаем Сто раз Наверное Это к лучшему То есть я готов Повторять эти вопросы Ответы вернее Буду повторять На эти вопросы Потому что наверное Тогда до вас Моя мысль Более четко Дойдет Я буду этому рад Вот так Значит Ваше мнение Сергей Альбертович Салли Я Александр Не знаю Салли Алис Сергей Альбертович К сожалению Свет Вас Зачем мне Мои дети Дело Дети Кухня И церковь Что-то холодное Веет От познания Тайных ворота Дьявола Дальше Дальше От моих любимых Черная работа Ну вот Свет Вас Я не знаю Как вас На самом деле Завод Мне кажется Вы не правы Потому что Любое знание Непредвзятое мнение Оно всегда важно Я например Считаю Что я вам Рассказываю Непредвзято И Ну как бы Не лукаве Не придумывай Ничего С одной стороны Опираюсь На традиционные источники С другой стороны Не изобретаю Какой-то Ну чуши Которые там Например Там Некоторые товарищи Про Жидомасонов Какие-то Рассказывают И Какой-то Бенайбрид Или еще что-то Про рептилоидов Каких-то Понимаете То есть Мои мысли Можно пощупать Они материальны Практически И поэтому Ничего черного Там в них нет То есть Я на самом деле Мы с вами Дошли до 19 века В рассказе О масоне О масонах И Пока Никакой Грязи Никакого Вот этого Жополизания И каких-то Обрядов Идиотских Мы с вами Не усмотрели Их не было Понимаете Так что Так Опять Николай Про прогрессизм Подрыв Оспаривания Традиционного Иудейской секти Бенайбри Боже Николай Одно и то же уже Прото Иересиар Пишут Вот черви Они землю Рыхлят Бобры Плотины Строят Все в цикле Природном А чем человек Занимается Тоже землю Роет Наверное Я так понимаю Ну Мы ищем с вами Уважаемый Прото Иересиарх И вообще Все друзья Согласитесь Мы с вами Те кто Может Материально Например Можете Позволить Потратить Потратить Какое-то Время На Размышления Мы все Ищем Ответ На один Вопрос Кто мы И куда И зачем Идем Да Поэтому Нормально Рыхлим Землю Никит Попов Добрый Вечер Никита Скажите Насчет Нового Сорда Секлорум На Купюре Порядок Татарская Орда Какая Этимология И чем Была Раньше Орда Какой-то Вообще Не в тему Вопрос Ну Действительно На Купюре Естественно Знаки Масонские Есть На Долларовой Ну Давайте Эту Тему Как правильно Сказать Оставим Пока Ну Потому Что Она Не Вот Насчет Жидомасонов Давайте Тогда Перенесем Потому Что Я Про Жидомасонов Буду Говорить 30 Декабря Вот Туда Мы Ее Отнесем Там Чуть Поподробнее Ну Еще Один вопрос От Николая Руднева Философское Понятие Прогрессизм Это не Прогресс Да Не знал Честно говоря Тут вот Приношу Свои извинения Ну Бнайбрит Естественно Реальная Организация Да Она 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 Никакого Отношения К Нашу Сегодняшнюю Разговору И Правде Ну Вот Как бы К Исторической Правде И к Реальности Не Имеет Николай Успокойтесь Вы С этим Найбритом Задайте Нормальный Вопрос Николай Сколько Можно Про Найбрит Нам Втолковать Сергей Малахов О Тайной Изготовлении Мегалитов Может Что-то Сказать Я Видел Мегалиты Думаю Железного Орудия Человек Теоретически Может Когда-то Сделать А если Вы имеете Ввиду Поднять Поднять Тоже Можно Ничего Сакрального В этом Не Вижу Эт Синикура Что же Вы Не Ответили На Вечный Вопрос О Смысле Жизни Разве Мы Здесь Не Для Того Чтобы Учиться Развиваться Смысл Жизни В самой Жизни Познание Себя Ну Вот Вы Ответили То Согласен Кстати С таким Определением Ну Просто У меня Лично Нет Такого Простого Ответа В одну Минуту Я Не Отвечу Куэ Спрашивают Это На РЕН-ТВ Все Рассказывают И поэтому Публике Такие Вопросы Лого Спасибо Александр Вам Тоже Лого Спасибо Николай Павло Связан Леон Швордер Северной Ирландии С Масос Я не знаю Честно Говорю Я Про Оранжевый Так Николай Руднев Вы слышали О таком Человеке Олег Нособин Он тоже Блогер Я вас Не троллил Я задавал Вопросы Амазон Скоро Нет Николай Не обижайтесь Пожалуйста Я конечно Не пытаюсь Вас Оскорбить Значит И О болезни Нособине Не слышал А надо То есть Что в принципе Зачем Надо Знать Всех Блогеров Знаете Если мы Будем Знать Блогера Вот почему На меня Как-то Несколько Раз Нападали И обижались Даже Скорее Что я Того-то Не знаю Я бы что Запомнил Фурсова Вот Я мол Как Можно Вообще Не знать Фурсова То есть Это же Вообще За гранью Вы Приличный Культурный Человек Типа Слушайте Если мы Будем Смотреть Блогеров То мы Не сможем Перед вами Выступать Как Блогеры Правильно То есть Каждый Блогер Наверняка Другого Не знает Но я Часть Людей Просто Лично Знаю Я С ними Общался У меня Есть Мнение Об их Характере Об их Ментальности Об их Знаниях Я их Тестировал Как То Вопросы Задавал Сам Отвечал На их Вопросы И поэтому Я могу От них Составить Мнение Я хочу Вам Иногда О некоторых Рассказывать Я уже Упоминал Например Чудинов У него Даже Фамилия Соответствующая Очень Приятный Милый Старик Я Думаю Что Его Можно Обсудить Потому Что То Что Говорит Наш Чудинов Это Песня Это Просто Смешно И Приятно Послушать Расслабиться Я Не пытаюсь Его оскорбить Я Наоборот Еще раз Повторю Я считаю Что Пусть Люди Занимаются Пусть Творят Пусть Пишут Вот эти Свои Какие-то Совершеннейшие Какое-то Вообще Все Что Они Пишут Но Я Могу К этому Относиться Как Понятно Что Если Например Перед вами Блаженный Какой-то Ну Наверное Правильно Сказать Что Он Блаженный А не Состоять И так Это Внимательно Его Выслушивать Ну Мели Емели Типа Ладно Ладно Ну Время У меня Есть У меня Нет Времени Слушать Эту Чушь Поэтому Многих Блогеров Я просто Не знаю Даже Не из-за Того Что Я к ним Плохо Отношусь Просто Некогда Сергей Масон Почему Реклама Но Я Не скрываю Совершенно Я Абсолютно Точно Вам Говорю Я С удовольствием Отношусь Вернее Я С большим Уважением И положительно Отношусь К масонам То есть И поэтому Не понимаю Почему Собственно Горя Ну Есть Какая-то Куча Других Реклам Которые То Что Вы Называете Рекламой К этому Вы Спокойно Относитесь А почему К масонам Нельзя Положительно Я не рекламирую То есть Ну Если Вы решите Стать масоном У меня Попросили Есть Внизу Телефон И там Какой Ну В смысле Адрес Электронная Почта А где Что-то Реклама Мы с Вами На самом Деле Исключительно Историческим Дискурсом Занимаемся Мы с Вами Изучаем Тему В общем То есть Я Как Вот Для себя Вижу Я Вам Такая Четкая Прото Ересиарх Масон Это Как Библия Ересиарх Пожалуйста Напишите С одной С Ну Что же Вы Я же Только что Недавно Об этом Говорил И Вы Об этом Слушали Я Вас Вижу Что Вы С самого Начала Эфира А Вы Продолжаете Делать Ошибку В Самом Простом Моменте А это Важно Понимаете Это Показывает Ну Как То Что Вы Прото Ересиарх Хотите Учиться Хотите Что-то Познавать А не Пытаетесь Бросить Нам Какую-то Свою Пропагандистскую Шелуху Так Сказочки Картинки Постепенно Начинаешь Верить Прочтение История Складная Покажет Ну Да Разнобязан Короче говоря Ни о чем Ересиарх Сергей Юманов Знакомы Ли вы С трудом Дисионизация Запрещенная Да Знаком Я читал У меня даже Где-то Была Тома Потом его Выкрали Может быть Даже кстати Когда его Запретили Может быть Кто-то Посчитал Правильным Его себе Так Значит Я ничего не Отбеливаю Сергей Вот Именно этот Разговор Про диссионизацию Мы поведем С вами 30 декабря Очень интересно Можно эту тему Как бы Расширить Никит Попов Масонам Не надо Чтобы все Были масонами Да Наверное А почему нет Кстати Никита Согласитесь Это же на самом деле Очень правильно Когда ты Не всех подряд Всяких идиотов К себе назовешь Которые Несут околесь При вступлении Или там Попытки вступления И одновременно Проходят годы И они ничему не учатся Ну то есть Вот как Не знаю Есть люди Например Просто вот Откровенно Не пытаешься Даже что-либо услышать Вот у нас Протоэрисиарх Только сейчас Я не пытаюсь Вас Эрисиарх Как-то оскорбить Но я же вам Только что Рассказывал Масоны От английского Слово Мэйсон С одним С Там никогда Не было Нигде в мире Нет слова С двумя С Почему Откуда вы это берете Почему продолжаете Это писать Вот эти люди Не пытаются Научиться Ничему Сходу Отвергают Все Данные Говорят Например Это жидомасоны Или это Рептилоиды Какие-нибудь И все Но конечно Такие люди Не нужны В масонстве Кому они нужны Я знаю Братьев Они просто На пушечный Выстрел Таких Не подпустят Александр пишет Расскажите О Союзе Девяти Я не знаю Что такое Союз Девяти Александр Юлиана Почему в России Такое отношение К достижению Компании Илона Маска Мнение Рэп Потому что Фалькон Фейк Зависть Да Юлиана Я уверен Что это конечно Зависть Это пережиток Советский Когда мы были Великими Ракетостроителями К сожалению Сейчас это далеко Не так У нас есть Конечно Еще остатки Глубокие Такие Далекие Остатки Славы Но печально Потому что Действительно Были какие-то Достижения Безусловные А Маск Молодец Человек Ну мою дочь Наверное Может отправить На Марс Я как-то в этом Убежден Я вполне могу Ошибаться То есть Не пытаюсь Быть таким Как бы упоротым Да То есть Твердоломом Но я верю в это И Во всяком случае На моей Как бы стороне Ну Элементарные вещи Друзья мои Ну то есть Ракеты летают Тесла Бегает Этот Как его Гиперлуп Строится Ну Друзья мои Но это Грех не замечать Просто если вы Будете кричать Что это вранье И фейк Ну Я не знаю Ведь так же Язык может Отсохнуть От этого Просто бог В которого вы наверняка верите Кто так кричит Вас заметят И накажут За вранье Так нельзя Есть очевидные Достижения В Маск Никита Попов Собирать аккумуляторы В автомобиле Никита Спорит С Юлианой Сергей Юманов Масонство Уравнивает добро И зло Этим все сказано Ну Тут я не совсем понял Почему он Уравнивает Масонство Добро И зло Нет Масонство Я бы сказал Так Ну как бы Различает Добро и зло Почему уравнивает Но В принципе Масоны Хотят Чтобы добра Было больше Это следует Из всех Абсолютно Программных Документов Масонов Это следует Из Выступлений Лидеров Масонства То есть Если вы верите Каким-то Выступлениям Например Каких-то Иезуитов Или современных Деятелей Типа Емельянова Ну послушайте А почему они Должны для вас Быть авторитетом А вот Те кто выступают Реально От лица масонства Для вас не авторитет Для них загадка То есть Где вы можете Найти Например Ну какие-то вещи Которые У масонов Ну вот Говорят о том Что они там За зло Кого-то пытаются Поработить И все такое То есть Это же Нету Нигде Это есть Только в книгах Каких-то Бесноватых Типа Не знаю Даже фамилию Не буду называть Сейчас Назову ее В В понедельник 30 числа На втором эфире Про масонов Вот Кое Забыла Расписать Какое Какое же отношение К маску В России Плохое С моей точки зрения Почему-то Большинство Плохое отношение Но Я думаю Что да Мы уже ответили Это зависть Элементарная зависть Очень много Зависти в мире Сергей Юманов Это орудие Далеко не Человечных Представителей Человеческого Рода Ну вот Эту ерунду Мы уже Несколько раз Обсуждали Федот Федотов Тоже вас Приветствую ИГС Секрет Лайф Почему При вступлении В ложу Спрашивают О вере Вышествительства Творца Кто этот творец Ну Почему Потому что Я уже говорил Что у масонов Очень важный Вот этот пунктик Буквально Такой Повернут То есть На теме Бога И Бог Должен быть Обязательным Причем Ну не Теперь Вот в современном Масонстве Не обязательно Какой-то Конкретный Он просто Должен быть То есть Вы в принципе Например Да То есть Ну вот Я как бы Знаю Рассказы Да Когда Приходит человек Честный Да Вот например Ну вот Предположим Я могу прийти Да А я деист Да Я как бы В Бога не верю И Скажем Будет Обязательный Вопрос Ну там Спрашивают Называется Вопрос Под повязкой То есть Человек сажают В комнате На стуле В центре Зала И Вокруг сидят Уже Братья масоны Какой-то Конкретный Ложе Их может быть Там Несколько человек А может быть Много Целый зал Может быть И вот Человека Начинают задавать Ну в общем Достаточно Стандартизированные Вопросы Ну в том числе Ну обязательно Конечно про семью Там про положение Материальное Все такое Почему к нам пришли Но в общем Один из важнейших Вопросов Это о Боге И верите ли вы в Бога И вот И вот если бы я Например Пришел И с меня Спросили Я бы честно Сказал Честно Сказал Что я не верю В Бога Меня бы не приняли Понимаете То есть Если в принципе Я захочу Чтобы меня приняли Я должен обмануть Ну например Мне противно Это То есть Как интересно Я пришел Я должен Заниматься Чистым светлым делом То есть Масоны строят Светлое будущее Человечество И я должен Врать Нехорошо Это Как-то вот Никашерва Я бы так сказал Поэтому Существуют Другие ложи Например В Великий Восток Франции Где можно прийти И не врать И сказать Что я атеист Да Там Я не верю В Бога Я адеист Я там Агностик Бог знает кто Или верю В кого-то Да Там Еще раз говорю В какого-нибудь Макаронного монстра Да Можешь верить Но не важно Поэтому главное Тебя В общем По идее В Великий Восток Франции Тебя даже об этом Не спросят А вот Англичане Да Вот Скажем В регулярном Ассоции Обязательно Спросят А кто Творец Ну вот Получается Что творец Значит В данной ситуации Это просто Бог Которого Ты как бы Должен верить То есть Как бы Если ты не веришь Богу Значит Ты злокозная Сволочь Которая Недостойна Стать братом Стать братом В мире Многие 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 Его знают Ну это Вот Товарищ Моего хорошего Друга Умершего К сожалению Это Андрей Синельников Александр Пи Александр Пыжиков А я не знаю Масон Или Честно говоря Это совершенно Не имеет значения Потому что он уже К тому же и умер Коляна Чудинов Уводит Людей от суть Уводит Уводит Да Чудинов Ну это вообще Просто что-то Что-то страшное С моей точки зрения Миссис Бонд Олег Нособин Не блогер А мирового уровня Искусствовед И вообще Исследователь Выседший На просторы Ютуб Ну молодец Олег Поздравляю Это здорово Дмитрий Здравия вам Вам тоже Дмитрий Не болейте Сейчас время Погода плохая Николай Руднев Олег Нособин Так он уже Это писал Так А живет в Италии Нособин Входит В двадцатку Мирах и спиртов Ренессанса Манеризма Не манеризма Манеризма Значит Искусство Это ключ К пониманию жизни Ну и хорошо Ну как бы Нам с ним Познакомиться Не удастся Но осмотреть На тему Ренессанса И манеризма Честно говоря Как-то Не мое совсем Привет Игорь Ткаченко Про Тересер Может масоны Это просто строители Камечки Ну как бы Непонятный вопрос Может так Значит Дмитрий Древняя профессия Виктория Карпова Интересно Можно выйти Из масонства Хороший вопрос Виктория Вы знаете Конечно можно Да безусловно То есть вы можете Перестать общаться С масоновым Вы можете Перестать Вы можете Перестать Платить взносы И вообще Просто не знаться С этими людьми И никто Вас не тронет Это ваше Абсолютно Дело Это всегда Так было И так будет Есть просто Как бы Два момента Которые всегда На эту тему Обсуждают Первый момент Это страшные Клятвы Масонские Ну для красоты Значит там Вот эти клятвы Они опубликованы В интернете Вы можете Их почитать Ну примерно Там так звучит Всех Закопаем Всех Перестреляем Голову Поотрезаем Сердца Вырвем И остатки Этого ливера Выбросим В пустыню С шакалом На съедение Ну примерно так Да то есть Там в разных формах В разные Причем это Произносится Клятва Она произносится Вот разные градусы Их много Своя клятва И она будет Может быть Какой угодно Суровости Вот Это просто Как бы знаете Фигура речи Потому что Понятно что Нет ни одного Документа За всю историю Где действительно Например Полицейская хроника Или полицейский Отчет Какой-либо Документально Зафиксированный Есть документально Зафиксированная Смерть От руки Масона Вот в таких Ужасных Форм Да Ну понятно Что масоны Убивали друг друга Скажем Даже в ложе Скорее всего Ну например После Агапы Пьяная Дискуссия Перепила Масоны любят Чекалдыкнуть Это Вот я из первых Рук знаю Потому что Друзья мои Масоны Они любят Это дело Могут Напиться До стервенения И подраться И поругаться И все что угодно И обидеться На всю жизнь И больше никогда Не встречаться И выйти из ложи Из-за какой-то Определенной причины Вот именно Поругавшись Поэтому все люди Пока никто Из этих людей За все 300 лет Сочетания масонства Совершенства Не достиг Понимаете Поэтому Как бы мы с вами Это должны всегда Учитывать А второй момент Который я хотел сказать Там как вопрос Звучит Я чуть выскочил Из головы Выйти из масонства Да И значит Я на эту тему Говорил просто Как-то Про Пушкина Когда вещал Так вот Там я как раз Примерно так же Сказал Что можно войти В масонство А выйти из него нельзя Имеется ввиду Что нельзя выйти И тебя не могут уволить Тебя могут усыпить Они называют Масоны Это усыпить Тебя могут Исключить из ложи Но ты все равно Останешься Масоном Своего уровня Ну например Если ты стал мастером В какой-то момент Тебя приняли Легитимно В ложе Дали диплом Приняли клятву Все такое То ты как бы Навсегда Останешься Масоном Мнение других людей Данной ситуации Даже какого-то Руководителя Великой ложе Досточтивого мастера Или там Великого мастера Ложе Не имеет вообще Никакого значения То есть Тебя уволить Из масона Выйти нельзя Заставить Только сам Можешь прекратить Вот примерно Такой мой ответ Он Может быть Можно его Еще более Распедаливать Но Ни к чему Так ИПС секрет Меня не приняли В английскую ложу Потому что Отказался На инициации Клятся На святых писания Да Да Вот ИПС кстати Подтверждает Мои слова И я тоже знаю Такие случаи Потому что Это действительно Очень важный момент Именно для английской ложи Ну в принципе Вы должны Клятся Ну как бы На каком-либо Это у них называется Книга завета У масонов И вы должны На ней каким-то образом Клясться Так вот Как бы Вот в приличных ложах Либеральных Во всяком случае Сейчас Есть Как бы Весь спектр Книг Ну начиная Кстати И англичан Тоже есть И Библия И Талмуд И Этот Коран Вот Но больше у них Как бы обычно Ничего нету А вот У либералов У них Добавляется Например Обязательно Книга Книга законов То есть Конституция Андерсона От 723 года И вот Одна такая Книга Она может быть Примерно Страниц Там Она в оригинале Страниц 100 Я ее Помню Читал Вот Наверное Современный Там язык Если ее Скомпоновать Может Страниц 10 Будет Ну это может быть Такая Хорошо Красиво Изданная книга Вот на ней Можно клясться Но это как бы Вот формально Конституция Андерсона Это библия Масонов Поэтому можно Клясться на библии Масонов Потребовали бы у них Кстати говоря У своих англичан Имели право Николай Руднев Вы читали книжку Джона Калимана Комитет 300 Сейчас проходит Он на книге От мира Британии США Ну это наверное Вот это опять Конспирология Да То есть Жидомасоны Все такое Николай Я не читал Честно скажу Думаю что И не буду Но мы примерно Об этом все равно Поговорим с вами Через неделю 30 декабря Там ответ На все вот эти Вот конспирологические Изыски Которые я Называю Общим Как бы Понятием Жидомасонский заговор Да В кавычках То есть Это все оттуда Я просто По названию вижу Комитет 300 Это оттуда Все название Николай Колывани За колесо сансары Они выходят Кто они? Ну как-то Имеется ввиду Наверное за колесо сансары Выходят масоны То есть Не Никогда Не закончится Их жизненный путь Что ли Любопытно Значит Пи Александр Знакомили книгу Куланова Азбука Истины Об астрофизических знаниях Наших предков Нет Не знакома Книга Куланова Опять же скажу Что скорее Даже по названию Читать не буду Потому что Нет у наших предков Никаких Астрофизических знаний Чепуха Это все Ньютон Еще ничего не знал Уважаемый Александр То есть Про астрофизику Только лишь Начинал догадываться О том Как это все выглядит Коперник Какой-то Ничего не знал Какие предки Какие астрофизические знания То что Они там Видели Полтора Созвездия И примерно Представляли Что раз в году Его увидят В этом месте Ну какие знания Ну Не лохматьте Бабушек Александр Сергей Груздов А выпивка На халяву Это наверное Вопрос про Агапу Сергей спрашивает Которую Это вечеринка После Скажем Заседания Ложи какой-либо Масонской Во всех обрядах Она есть Ну Как бы так В общих чертах Наверное скажу Что так как Масоны Вносят Взносы То из этих Взносов Может организоваться Агапа Хотя конечно С моей точки зрения Я знаю Рассказывать Что никогда Конечно На Агапу Не Хватает Ничего То есть денег У всех никогда Не хватает Особенно У российских Масонов Я делюсь В данном случае Скорее Словами Российских Масонов Ну Они просто Скидываются На выпивку Обсуждают Меню И скидываются Могут Пойти В ресторан Калянович Ваше мнение По какому вопросу Масоны Принимали Активную роль Великой Отечественной войне С целью Регулирования Власти Управления Ресурсов Значит Активную роль В Великой Отечественной Войне Ну Друзья мои Масонство Сталином И Его Приспешниками Было Выжжено Вообще Просто Дотла Какое Масонство О чем Каким-то Принимали Участие В Великой Отечественной Войне Побойтесь Бога Друзья мои Вообще Масонство Начиная С указа Александра Первого От 1822 Года До 90 Года До 91 Не было В России То есть Все что Было Все это Чушь И сказки И Обман И мы Об этом Поговорим С вами 30 декабря Про Россию Будем Говорить 30 декабря Друзья мои Лилия Резванова Если там люди Водимые Духом Святым Нового Завета Принимают ли там Адвентистов И баптистов Ну Лилия Я уверен Что принимает Любых Верующих Людей Вот Другой вопрос Что может быть Я не знаю Честно говоря Но мне Мне кажется Что Вы как бы Не особенно Если будете Распространяться Там Ну например Не будете Там навязывать Купить Братьев Своих Будущих Книжки Там Вот этих Адвентистов Или баптистов Наверное Будет легче жить Я просто Предполагаю Потому что Ложи разные Понимаете Ну например Если про баптистов То там Пол Америки Баптистов У них Это как бы Одна из Наиболее Распространенных Религий Одна из Самых Многочисленных В Америке Ну в Северной Имеется ввиду В США И в Канаде Поэтому Никто Баптистов Там вообще Тронуть не может В России Не знаю Я не знаю Вообще Может быть Уже и адвентисты С баптистами Запретили Как этих Иегову Там какого-то Запретили Так и этих Могли запретить Мне их жалко Но как бы Это их путь Илья Камрад Масоны Враги человечества Ну Илья Да Вам легче живется Если у вас Всего лишь один враг Николай Руднев Трамп был воспитан В Пресвятырианской церкви Был прихожан На храме На Манхэттене Там он познакомился С своим наставником Паспором Пастором Норманом Пилом Втором книге Сила позитивного мышления Ну то есть Вот я кстати Вам скажу Николай Я за Трампом Как-то не присматриваю Поэтому не знаю Вы имеете ввиду Что он масон был А вот этот пастор Норман Пил Он тоже был масон И они вот Нашли друг друга Где-то там На Манхэттене И соответственно Давай хулиганить И завоевывать мир Так что ли получается Вы поясните пожалуйста Игорь Ткаченко Так что с ними делать С масонами Они полезны или вредны Какое твое мнение Игорь Ну они полезны Конечно С ними делать ничего не надо Они сами с нами Должны сделать что-то Они должны улучшить Нашу человеческую ментальность Соответственно По роду После этого Лучше И мы будем жить лучше Не сейчас Не очень быстро Но когда-то Трамп и Хиллари родня Ну и здорово Как масоны относятся К целителям и колдовству Я не знаю Масоны разные Коляныч Понимаете То есть как бы Как люди Наверное По-разному и относятся То есть кто-то верит Ходит Лечить Там не знаю Гомеопатия лечится Или там не знаю К целителям ходят К остоправам Каким-нибудь Но люди-то разные Причем тут масоны Вообще Я так понимаю Что это вопрос Вне масонского дискурса То есть не я понимаю Я как бы Я говорю вам Освятите тему ордена Демалэ Не Демалэ А Демалэ Дисней был одним из лидеров А Демалэ Это какой-то орден Не знаю такой Пиноккио сделал Ну Знаете Александр Я если не знаю Что-то пока Не буду Наверное Этим заниматься Надо вам самому Покопаться Кирилл Сергеев Дайте определение Кто такие масоны Я давал в начале Значит Прото-эресерф Масоны Это масоны Да Прото-эресерф Аплодирую Молодец То есть вот Правильно написал Супер Да Ну Кирилл Давайте Ладно Еще раз дам Определение Масоны Это люди Ищущие прогрессы И ведущие Человечество Ну По пути Будущего По пути прогресса Значит Ник я так понимаю Против славянских Жидов Я читал Что масоны Поклоняются Сатане Правда Или вымысел Ну Вы очевидно Против славянских Жидов Вы очевидно Поздно Подключились Я прошу вас Начните сначала Просмотр Там Все Будет понятно Николай Руднев Пил Был священником Он также Был и масоном Такое Встречается Конечно Встречается То есть в принципе Смотря какой Церкви Ну То есть я говорю Баптисты Например Не запрещают Быть масонами Своим членом Своей общины Религиозные Пил Был знаком С пятью президентами Считался До смерти Одним из самых Сведомленных Людей Интересно Николай Спасибо Вы меня Заинтересовали Я Ознакомлюсь С этим человеком Мне это стало Интересно Спасибо Логос Против Вам же Рассказали Что у них Священная книга Библия Или другое Писание На выбор Кандидата Откуда поклонение Сатане Да нет Никакого поклонения Логос Поэтому я и говорю Что тут вся Весь мой Уже трехчасовой Рассказ Он как раз Вам должен Доказать И привести Вас к идее Что никакой Сатаны У масонов Нету Есть конечно Группы людей Которые Могут назвать Себя Масонами Ну они Могут Употребляют Какие-то Сатанинские Обряды Молятся Сатане Целуют Сосут Чего-то Еще раз Говорят Но они Не являются Масонами Понимаете То есть Если они Это делают То они Не Действуют По масонским Правилам Значит Они не Масоны А себя Называть Можно Как угодно Я Назву себя Сейчас Папой Римским Например Я же Не папа После этого Правильно Так Так Кирилл Сергеев Отвечает Прот Иерусиарху Александр Надолинский Лауреат Трех Сталинских Премий Первой Степени Алексей К. Толстой Был Масоном Розенкрицером Я Честно говоря Про это Не знаю Но Я Как-то Сомневаюсь Да Там Действительно Была Группа Значит Людей Которые Условно Говоря На перепутье Вот этом Революционном Мы об этом С вами Восьмидесятом Тридцатого Мы с вами Об этом Поговорим Которые Посчитали себя Масонами Мартинистами И так далее Но это был Короткий эпизод И Толстой По-моему Туда Примыкал Это эпизод Ничего серьезного Пропаганда Страшная штука Мафия Защищает Другую Мафию Да Скорее всего Масоны Пишет Кирилл Сергеев Это мафия Ну Вы знаете Насчет мафии Я так скажу Есть очень популярный Дискурс Значит О том Что Как бы И Постепенно Ну то есть Есть два варианта Значит Постепенно Масонство Переродилось В мафию Или же наоборот Мафия Создала Масонство Ну и вот Приводит примеры Сицилийская Сицилийскую Мафию С этим С Амиртой С Амажем И вот это все Легко можно прочитать Сколько хочешь Книг Ну например Одним из любителей Этой темы Был Андрей Синильников Ну я Так не считаю Считаю Что это все Хайп Какая-то попытка Заработать На горяченьком Каких-то денег На текстах Имеется ввиду Конечно Протоэрисиарх Кирилл Сергеев Как мне Так это Байки Значит КГБ Они обсуждают Зачем-то Здесь Так На Долинске В 39 году Сэр вышел Золотой ключик Пиноккио Да нет Почему Ну а что В принципе Как бы Не все же Горется Нам Советским людям Красть На западе Вот Может они Что-то украли Хотя там Хронологию Надо посмотреть Кто у кого Вперед вышел То есть Ну на самом деле Золотой ключик Это же все равно Буратино Правильно То есть Это же Краденый материал Не помню У кого там Джанни Радари что ли Так что Ну вышел Мультфильм позже А какая разница Это же Никакого Вот Пиноккио Золотой ключик Я смотрел Даже их помню То есть И по идее У них Очень Опосредованная Связь Только лишь Главным героем Деревянным Все остальное Очень сильно Отличается Поэтому здесь Связи мало Про Террисярах Так отвечают Сказки Воронцов Про Крустово Ложи Идеи То есть В какой-то Формат Вот Например Итальянцы Горячие люди Крепкие парни Мафия Рулит В стране До сих пор А тогда Рулил Вообще Безраздельно Но Образовалась Компания Во главе Слича Джеля Прекрасный Человек Долго Прожил Замечательно Красивую Жизнь У него Были Свои Понятия О власти Он Их Пытался Притворить В жизнь Нравится Нам И не Нравится Все Это Было Его Победили Все Но Причем Тут Масоны У него Организация Пропаганда 2 Она Вообще Никакой Связи С реальным Масонством Не имела Почему Потому что Они даже Работы Не проводили Она Масонские Обряды Не соблюдал И не вела Кстати говоря Например У него Есть Один Из членов Джанфранко Риппель Он сейчас Отошел От масонских Дел Живет Где-то По-моему То ли на Таити То ли на Мартинике Я уже забыл Где Вот он Реально Состоял В этой Ложе Вот он Стал Вести Обряды То есть Он Организовал Вот это Новое Современное Египетское Масонство В том числе После Вот этого Дикого Раздрая И убийства Масонства Египетского Клопелем Это Масонская Работа Понимаете И он Хотя и был Членом Пи-2 И то Это в общем-то Мне кажется У меня лично Под сомнением Так Он сам Говорит Для Может быть Для красивого Славца Но он Хотя бы Сейчас стал Масоном После этого После Клопеля А до этого Все Только лишь Политика Почему бы Не называться Масоном Если это Приносят Дивиденды И Соответственно Влияние Прото Ерисиарх Так На замечку КГБ Приказы Компартии Это они спорят Между собой Так Анна Лаура Мне интересно Но Смотрите на картинку В правом верхнем углу Отпечатки То отпечатки То непонятные Фразы Так Отпечатки У меня Знаете У меня Какие-то Картинки Здесь Листаются Просто Такой Слайдшоу Все остальное Вроде бы Так Более Менее Может быть Что-то У вас Там Со связью Вроде Бо У меня Не вижу Здесь Особых Проблем Картинка Нормальная Пока Так Значит Спор Продолжается Александр А что за философские камни Хотели получить масоны Не буду сейчас отвлекаться Дружище Просто Времени уже не осталось Давайте Тему Все же закончу Постараюсь Буквально в полчаса Уложиться Иллюминаты и масоны Одно и то же Нет Нет Это совсем разное Иллюминаты Это клоуны Я бы сказал А вот масон Это серьезная организация Кто основатель масонов Ну вот я сказал Да Что есть ряд людей Реальных Которые Условно говоря Можно причислить К зачинателям Да Потому что реально Конкретной фигуры В истории Не говори Но этого Это невозможно Почему Потому что Как бы был общий Смысл Был общий Какой-то Вот такой Общественный запрос И Поэтому Вот Создавались Масонские ложи Это Вторая половина Семнадцатого века Вот Одним из ярчайших Представителей Этих людей Был Соответственно Король Англии Вильгельм Аранский Вот Собственно говоря Можно его считать Родоначальником Потому что Именно его волей Был создан Соответствующий Государственный акт О свободе воли Свободе веросповедания И соответственно После этого Стало возможным На официальном Государственном уровне Работать масоном В своих ложах Без гонений Без полицейских Преследований И так далее Ну вот Можете себе Наверное Эту фамилию Отметить Хотя Это конечно Не совсем точно Калибри Жаль пропустила В записи Да Калибри Посмотрите Я рад вас видеть Вы частый посетитель Приветствую вас Николай Руднев В Италии Сейчас Не рулит мафия Мафия Это власть Нижнего уровня Да Я согласен Я говорил Про Скорее Времена 70-х Годов Безусловно Николай Сейчас Конечно Это Уже Не Мафия Хотя Ее позиции В кое-каких районах Как вы помните Не сильны Например Сицилия Калабрия Безусловно Там Мафия Без мафии Ничто не сторонится С места Куэс Спрашивает Масон Не масоны Верните Золотой век 80-х 80-х Каких Получается Что Золотой век Каждый Столетий 80-х Это золотые Годы Кстати 19-й 17-й Век И 17-й И 18-й Да Вот уже 4 столетия Как минимум А кстати В 16-м Получается Веки 80-й Нет Это как раз Одно из самых страшных времен На земле Наталья Какая бурда Ну Я Опечален Что вам не нравится Наш разговор Но тем не менее Вы можете его Просто спокойно Оставить Без внимания Елена Мораль Благодарю за встречу Спасибо вам Елена Что смотрели Живого масона В эфир Просто Не знаю Вы знаете Я вам так скажу Что если Есть люди Которые открыто Заявляют Что они масоны Это раз Думаю Что таких Найти не сложно У нас есть Передача На Тайном Нет Я брал интервью У двух Высокопоставленных Орденских Людей Один из них Георгий Дергачев Я о нем Подробнее расскажу 30 декабря На Втором эфире Посвященном Русскому Уже масонству В понедельник Вот Георгий Дергачев Очень Знаков Главный Масон России Вообще Он живой Ему 70 лет Примерно Очень Классный Человек То есть Мы с ним Ну я не скажу Конечно Подружились Но мы с ним Очень хороших Порядческих Обношениях Находимся Вот он Открыто заявляет Что он масон Но самое интересное Что он действительно Первый масон Нового времени Русский То есть До этого До 90 года Когда он им стал И привез Масонство В Россию Таких людей Не было Посмотрите У нас есть На канале Тайном нет Есть Фильмы И вот Я помню 21 Декабря То есть Три дня назад Как раз Вышел Кусочек Из того Большого фильма Который мы сняли С Дергачевым И с Гильдебрантом И там был кусочек Как раз Вот 21 Размещен Небольшой Минут на пять По-моему Вот где Георгий Борисович Он как раз Рассказывает О масонстве Вот в России Я думаю Вам будет интересно Насчет Пригласить Ну вы понимаете Я скажу даже Примерно так Я думаю Что наверняка Со временем Не так быстро Найдется Человек Который Согласится Поболтать С вами Рядом со мной Может сесть Но тут пока Техническая сторона Проблематик Почему Потому что Вот мы Пока с друзьями Которыми Организуем Тут эфир Не Знаем Как Организовать Вторую камеру Да Там Не знаю Ну плюс У второго человека Я так понимаю Должен быть Хороший интернет Или его Надо пригласить В студию Ну в общем Тоже как-то Не ясно Как это вести Потому что Камера одна Вот А как Техническая сторона Ну со временем Сделаем Что-то Интересное Да Потому что Много людей Готовых Выступить Параллельно Со мной Поболтать О чем-то Значит Кирилл Сергеев Декабристы Были в масонах И Кутузов Да Кутузов был масоном Конечно Декабристов Я как говорил Процентов 30 Я считаю Был Каждый третий Значит Логос Есть такие видео С живыми масонами Ну вот я только что Сказал Да Что вот например Дергачев Он сейчас Очень активен Ведет всякие проекты Я имею ввиду Георгия Борисовича Дергачева Значит Логос У Александра Есть такие Да Николай Руднев Камора В Неаполе Может навести Порядок за неделю Но элиту В Италии Этого не позволяет И хаос в Неаполе Создан искусственно Возможно Да Я честно говоря Не слежу за итальянской Вот этой мафией Михаил С Алекс Стэнли Кубрика Убили после фильма Широко закрытыми глазами И в этот фильм он показал Масонские сходники И оргии Которые вы так Яро опровергаете Ну послушайте Стэнли Кубрик У нас снимал Как мы с вами помним Полет американцев на луну Он известный сказочник Тем более Такой матерый фантаст То есть У него специализация На фантастике Потом он любит Деньги зарабатывать И все Вот это вот Очень хорошо продается Секс Кровь Пот Слезы Извращения всякие И собственно говоря Что в этом такого Предположить Что это просто Художественный вымысел А потом Я не знаю Убили Разе Кубрика Про это ничего не помню Честно сказать А фильм смотрел Да С широко закрытыми глазами Я вам честно скажу Что Я его минут 15-20 Осилил Что-то дальше не пошло Ну дятина какая-то Тягомотина То есть Ну какая-то Низкого пошиба Фантастик Понимаете Я этого не люблю Здраво Шварценеггер Масон Была информация Об этом Да и вроде бы Многие вместе Причат Да Там много Конечно В Америке Это считается Очень правильным Делом Быть масоном Понимаете Это конечно Полезно И С точки зрения Бизнеса С точки зрения Принятия решений Понимаете И вы можете Обсудить На коротке Во время заседания Ложи С подобными вам Как бы Братьями Масонами И это Кстати говоря Подчеркиваю Очень важный Момент Потому что В Америке В Англии Вообще В западных Странах Очень важный Момент Имеет ввиду Имеется В каждой Ложе Дифференциация По имущественному Социальному Статусу Понимаете То есть Там нельзя Нельзя Бомжом Каким-то Прийти И Условно Говоря В ложу Королевскую Какой-нибудь И там Быть на равных С братьями Потому что Внутри Ложи Я напомню Обязательный элемент Это равенство То есть Например Мастер Ложи Он никаким образом Не выше По статусу Он во время Только церемонии Может занимать Более высокое место Там Такой Подиум Как бы Есть И на этом Подиуме Вот он может Там Стоять Или Восседать А Так он Принципе Равен Ну Это и есть Принцип демократизма Потому что Мастера Обычно Который Занимает Год Например Свою должность Начальственную Потом Переводят В самый Низший Уровень В ложе Ну Вот этот уровень Называется Привратник То есть Это сидеть У дверей И страшным Голосом Орать Занято То есть Как в анекдоте Поэтому И это Как раз Подчеркивает Всегда Вот именно Вот эту Преемственность И подчеркивает Равенство Братьев Внутри Ложи Но Братья Не хотят Внутри Себя Иметь Человека Неравного По статусу Ну Какого-то Идиота Например Неграмотного Бедного Какого-то Поэтому Стараются Конечно Братьев Внутри Великой Ложи То есть Вот этой Всей большой Организацией В стране Всегда можно Найти себе Подходящую Ложу Ложа Бомжей Условно Говорят Какой-нибудь И Ложа Не знаю Водителей Троллейбуса Я не пытаюсь Никого оскорбить Поймите Я говорю о статусе Поэтому Это Ну Кому Надо Честно Отдавать Отчет В свой Адрес Не Придумывать Себя Лучше Чем Ты Есть На самом деле Будет Вам Легче Жить Поэтому Конечно Все люди В том числе Шварценеггер Безусловно Могут Состоять В ложах Равных Себе По статусу И Соответственно Получают На этом Плюшки Это Хорошо Почему Что же В этом Плохого Когда Ты Можешь Принимать Решение Безболезненно Быстро Продвигать Свой Бизнес Свои Идеи Андрей Власюк Спрашивает Литераны Катары Во многом Сходы Ну Да Ну В принципе Если вы Помните Катарские Области Это Собственно Горя Области Где И Цвело Протестантство Да То есть Как бы Собственно Вот эти Области Потом Также Та же Ларашель Да Ларашель При Катарах И Ларашель В Религиозных Воинах С гугенотами Это Примерно Ну То есть Это Не примерно Это Одно И то же Место Просто С Разницей Там Сколько Там Двести Пятьдесят Лет Допустим Там Понимаете Там Триста Лет Вот Кирилл Сергеев А докладчик Как Относится К диалектическому Методу Идеализма Материализма Да Кирилл Давайте Полегче Четыре Часа У меня Уже Язык Вянет Это Непростой Вопрос Надо Долго Обсуждать Потом Ну и Какая Разница Как я К этому Отношусь Собственно Голик Масонство Это Не имеет Отношения Валерий Бардин Спрашивает Скажите Пожалуйста Васлову Гавил Я Слышал Что Да Но Я Вы знаете Валерий Я не Слежу За персональными То есть Ответить Четко На вопрос Шварценеггер Гавил Ну Мне кажется Это Как-то Не наша Тема То есть Я бы Как бы Предложил Вам Рассматривать Все мои Эфиры Это Более Гломбалистские Вещи То есть В общем Мы с вами Что-то Такое Разбираем Это Все Можно Наверное В сети В интернете Легко Задать Поиск Николай Руднев Когда Термин Дип Стейт США Считался Конспирологией У нас Да Да Ну Как бы Одобряю Кстати Термин Дип Стейт Хороший Термин И В общем-то Правильно Что он Есть И Правильно Что Сам Конструкт Существует Кирилл Сергеев Диалектический Подход К Историю Будет Рассматривать То Что Деление В Легкост Направлении В течении Будет Идейная Или Папа И Святая Цепь Получит Доход Отчета Ну Да Это Вот Опять Диалектический Материал Кирилл Сергеев Волнует Так Виктория Карпова Бог Архитектор Масон И каменщики Как-то Так Ну Да Собственно Говоря Вся Символика Масонов Да Она Как бы Построена На строительстве Некого Светлого Храма Ну Соответственно Светлого Человека Как бы Условно Такое Андрогина Человека Будущего Павел Первый Я аж Проснулся Че это Павел Вдруг В какой момент Вы проснулись Так Новая религия Которая развивается Сейчас В геометрической Прогрессе Это Нью Эйдж Я думаю Что это Есть Масонское Творение Говорит Николай Руднев Ну Да Может Быть Может Быть Юлиана Спасибо За Объективность А то Уже Спасу Нет От Зловещих Кривожадных РНТВшных Масонских Загов Юлиана Аплодирую Спасу Нет От этих РНТВ И прочих ТВ3 У американцев Например Такой же Есть Пятый Канал То есть Там Просто Что-то Страшное Это Как Они Надоели Вот Этой Своей Чепухней Дмитрий Медведев Да Конечно Дмитрий Я Как бы Это Раз Десять Повторил За Сегодняшний День Конечно Идеализирую Безусловно Оно Абсолютно Не идеально Оно Я бы Сказал Даже Грустно Не идеально Потому что Хотелось бы Лучше За такой Долгий Срок Развития 300 лет Получить Ничто По большому Счету Раздрай Вообще Не писай В мой Горшок Уходи Из моей Песочницы Ну как бы Детский сад Понимаете Поэтому Хотелось бы Лучше Но ничего Лучшего Нету Пока Понимаете То есть Ну и Может быть Что-то и Родится Но она Будет Примерно Повторять Идеологемы Масонство Примерно Конечно Повторять Будет И в общем То какой Смысл Ну то есть Пусть Давайте Рассматривать Это Масонство Просто Как Возможный Вариант Лучше Ну знаете Как говорят О демократии То есть Ужасный Строй Ужасная Формация Экономическая Социальная В мире Но лучшего Ничего Не придумали Так Кирилл Сергеев Хороший Рюм Придумали Индусы Вася Иванов Масон От архитектора Финансовой Системы Системы Госуправления Сотонисты Вася Ну вы Что-то Наверное Вообще Меня не Слушали Сегодня Знаете Мне как Приятель Один говорит Смотри Меня Слушай Меня Вася Ничего Никакие Не архитекторы Финансовой Системы Безусловно Система Финансов Создавалось Ну как бы Знаете Огромным количеством Людей Организаций И это Не масоны Ну и это были И масоны В том числе Но насчет Сотонистов Я вам ответил Это все чушь Собачья Конечно Вася Алексей Козлов Конечно верить в Солнце И Вселенную Лучше Солнце это то Что дало нам Жизнь Жесткий справедливый Учитель С силой 90 миллиардов Водородных Мов в сутки Но вера Не может быть Привязана К Иордану Ну как бы Да Что-то неоспоримое Вы сказали Алексей Дмитрий Аж мурашки По коже Испугались Коя Сатанист От слова Соты То есть Пчелы А пчелы Труженики Ну это Как это вообще Да То что я Честно говоря Вот это все Эквилибристика Словами Просто терпеть Этого не могу Просто Дмитрий А ну Федор Это да Это наверное Булыжник Мой камень Да Я не еродивый Конечно Но я идеалист Да Я осознаю Свой Как бы Вот этот Небольшой пробел Я Против убийств Против расстрелов Против насилия Крови Вот этой Соплей Грязи Я ее повидал Кстати говоря Не знаю В отличии от вас Федор Но я много ее повидал И я этого не приемлю И я считаю Что это Неправильно Надо быть Добрее Ну а Насчет того Что Как бы Человек Не идеален И Скорее всего Это Если будет Когда-то Счастье на земле И будет ли оно Вообще Ну Да Я хоть и идеалист Но я человек трезвый И я Тоже Вполне допускаю Что его Не будет никогда Потому что Наверное Никто Кроме меня Не скажет вам Насколько мерзок И отвратителен Человек То есть Я Просто как бы Из первых рук Вам это говорю А вы Не знаю Если вы работали Например Где-нибудь Патологоанатомом Или на Скорой помощи Тогда вы Со мной можете На равных Суждать это Практически А если вы Этого не делали А сидите Условно говоря Всю жизнь За Там За компьютером То вы Тогда Этого не можете Точно знать Я вам Докладываю Человек Мерзкое Отвратительное Животное Так вот Наша задача Чтобы этого Когда-то Не было Когда мы Станем Светлыми Так Спасибо Всем спасибо Друзья Анна Павел Марина Я Благодарю вас За Теплые слова Иван Онвера Русское масонство Основано С 40 градусной В основном Иван Это неверная информация Нет никакого 40 градусного Масонства Вообще В принципе Я первый раз Об этом слышу В мире Такого Я не слышал Дмитрий Медведев Привезли Масонство В России Стало еще хуже Ну вот Мы поговорим Дмитрий Об этом Приходите В Понедельник 30 декабря В 8 вечера Я начну Вторую часть Этого эфира Эфира Масонство Сиониское Михаил Опять Заладил Свою Песню Марина Вундер Масони Вот Священогого Слова Мас Священного Слова Мас Марина Я сегодня уже говорил Эту тему Но я вас умоляю Посмотрите еще раз Этот эфир В записи он будет Ну Никакого Не священного Это вообще Не русское слово Русский Вообще Ни при чем Наше русское Масонство Стоит сбоку Цивилизации Вот этой Европейской К сожалению Но это так Мы никаким Образум Это не И делать Производное От слова Масон Вот на этом Священное слово Мас Это просто За гранью Смысла И логики Так Александр Надолинский Александр А что вы еще Не стали Масоном Так расписали Красиво Закат Океан Бангладеш Ну Отвечу Фразой Которую Заготовил В таком случае Александр С какой целью Интересуетесь Ответьте Пожалуйста Дмитрий Дукшин Что нужно Я услышал Вы молодец Спасибо Спасибо Дмитрий Я Всегда рад Какой-то Не часто Хвалят Дмитрий Душина Вот Благодарю Вася Иванов От водителя Автобуса Гораздо Больше Позже Чем От всех Вася Ну Это же Неверно Это просто Вот Пропаганда И Из принципа Отморожего уха Да Вася Руф Алев Каменщики Несмотря ни на что Поставили памятник Джордана Бруно И это Очень достойно А почему Несмотря ни на что И потом Почему Каменщики Поставили Вы уверены Что это Каменщики Поставят А почему Как бы Условно говоря Каменщикам Не поставить Джорданом Бруно Ведь среди Каменщиков Есть прогрессивные Люди Понимаете Не только Те кто Кровь из носа Будут кричать Верой в Бога Иначе Тебе не быть Мне братом Масонские ложи Делятся По национальному Признаку Вы знаете Это хороший вопрос Вэл-вэл На самом деле Ну Я бы так сказал Что я знаю Что Израильские ложи Делятся По национальному Признаку Потому что Они стараются В общем Например Арабов Ложу не брать Может быть Это кого-то Из них Оскорбит Ну Вот Как бы Такой Есть Негласный Момент Да Ну Из национальных Признаков Наверное Можно Очень Строго Сказать Что В Америке Есть Определенный Устав Негритянский Где В принципе Берут В ложу Только Негров Довольно Довольно Давно Существует Вот Но Как бы Негр Это получается Не нация Нация Американец Но С другой Стороны То есть Все равно Это какой-то Этнический Признак То есть Можно Его Вот Как раз В ЛВЛ Переадресовать Потому что Национально Этнически В его вопросе Очевидно Каким-то Образом Сходятся Артем Азанов Современные Масоны Это паразиты На теле Просвещения Единственное Что делает Российский Масон Что умел Продать Свою историю Ну Артем Это мы уже Разобрали Вы не правы Я думаю Что Мой Сегодняшний Разговор Более чем Четыре часа И потом Думаю Часа два Придется Тоже Говорить Тридцатого Декабря Я думаю Что Как вам Правильно Ответить Он доказал Что вы Не правы И доказал Это Вот На куче Фактов Которые Никаким Образом Не доказывают В исторической Перспективе Что Масоны Какие Либо Паразиты Масоны Они Наоборот Строители Современной Цивилизации Ну я Например Вам говорил Что Русь Матушка Наша Она В семнадцатом Году Получила Такого К себе Залучила Такого Специалиста Как Дезагюлье Фактически Второго Человека Там Правую Руку Ньютона Который Организовал Паровую Машину Ну это О чем Говорит Это О чем О том Что Паразитирует Кто-то Дружище Ну это Не вера Это Просто Какая-то Пропагандистская Фраза Которую Вы По какой-то Причине Продолжайте Усиленно Повторять Так Что вы хотите Получить Спрашивает Воронцов Я хочу На самом деле Получить от вас Лайк Вячеслав То есть Было бы здорово А можно Кстати говоря И донат Не забывайте Друзья Про Общение В финансовом Смысле Было бы неплохо Получить от вас Какие-то Донаты Можно это Сделать Прямо сейчас А можно Например Это Сделать И после Эфира Есть соответствующая Строчка В аннотации Внизу Ну или хотя бы Лайк Кому жалко денег Протоерисиарх В общем делаем вывод Масоны тоже Не справились Ну Не сказать Что это Стратегический вывод Пока Да Они ослабли К сожалению Вот Сторона церковная Религиозная Оказалась На данном этапе Сильнее Хотя Как мы с вами Помним Были провалы И у Религии Например Это середина Восемнадцатого Века Когда В принципе Религия Пошатнулась И Иезуиты Были Изгнаны Вообще В принципе Закрыты По всей По всему миру Кроме Кстати говоря Напомню Руси Матушки Куда Екатерина Вторая Залучила Всех этих Недобитков Иезуитских И соответственно Они там Довольно Прилично Куролесили В России Ну Потом Вернулись Все обратно Вот Марина Вундер Мас Ла Алмаз Масьях Ну Это Опять Калибристика Филологическая Вел Вел Как масоны Относятся К своим Идеологическим Противникам Например К коммунистам Да Никак Они Вел Вел Не Относятся То есть Теоретически Нет У них Таких Противников Понимаете Потому Что В общем Как я Говорил Масоны Я точно Знаю И Занимаются Своим Делом То есть Им Например Спорить Ни с Коммунистами Ни с Религиозными Представителями Просто Без Нужды Понимаете Они Сильные Сейчас То есть То что я Говорю Масоны Ослабли Но Это Как бы Знаете Это В процентном Выражении То есть Они Не то Что Просто До нуля Скатились Например Было 100% Стало 80 То есть Они Во всем Мире Чувствуют Себя Прекрасно Просто Наступление Мало Так У меня Есть Трансляция Учитывая Что мы С вами Заканчиваем Я посмотрел Трансляция Есть Вячеслав Давно Лайк поставил Благодарю Вячеслав Теперь Жду От вас Денежного Перевода Ссылка Под Аннотацией Значит Артем Мазанов Я сказал Про современных Масонов Которые Как раз И продают Свою масонскую Причастность А Ну Артем Если Я вас Немножко Так Это Пихнул Словесно То Извините А Вы Правы Да Потому Что На самом Деле Большинство Сейчас Не Занимается Фактически Никакой Душкой Духовной Работой Никаким Самовозвышением Да То есть Многие Просто Ну Как бы Для денег Приходят В ложе Я тоже Говорю Что знают Из первых Рок Ну Тоже Например Георгий Борисович Дергачев Об этом Рассказывал Мне Лично И В общем Это Конечно Не масонство Это Просто Ну Какое-то Жмотство Такое Свинство Которое В принципе Паразит На теле Масонство Сидит И деньги Зарабатывает Торгуют Дипломами Сейчас Там Полмира Друг Другу Там По почте Электронный Шлет Эти Дипломы И Они их Распечатывают Вешают Дома Там И Вот Хвалятся Пьяным Гостям Типа Вот Видите Я Масон Тридцать Третьего Градуса Ну То есть Это Смешно И Безобразно Конечно Александр Надолинский Благодарит И Желает Жирных Донатов Спасибо Александр Значит Ересьярх Опять Спрашивает Про Церковников Чего Они Хотят Светлого Человека Ну В общем То Как Мы С вами Знаем В Проповедях Да Христос Попроведовал Чистоту Нравов И Как Да Самосовершенствование Ну Например Буддизм Да Там Вообще Прямым текстом Призывает Пройти Некий Колесо Сансары Пройти Путь Перерождения И В конечном Итоге Слиться В экстазе С абсолютом Да То есть Достичь Нирваны То есть Религия В принципе Конечно Побуждает К Самосовершенствованию И Какому-то Светлому Пути Достижение Некого Идеала Но У Каждой Религии Это Получается Конечно По-своему Согласитесь И Многие Религии Так же Тормозят На том же Ровном Месте Как и Масоны То есть Если Масонство Рассматривает Как элемент Религии А я Рассматриваю Масонство Безусловно Как я вам Сегодня Обещал Безусловно Как религию Она Религия И Новая Просто Религия Молодая Совсем Ну Вот Это Страшная Тайна Которую Мы с вами Хотели Разузнать Еще Сначала Нашей Мет 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 Мета 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 Саршан Что скажете Про богемную Богемскую Рощу Ничего не скажу Иван Увера Русское Масонство В основном Сорока Градусное Как же Арана Ну Вот Иван Я Ответил Не Первый раз Слышу От вас Ну Если не Сложно Внизу Есть Также Адреса Нашего Компанейского Сайта Тайном Нет Gmail Ком Вот И Если можно Киньте Источник Что за Сорокоградусное Масонство Менделеевское Такое Я сейчас Первый раз Слышу Вячеслав Масоны Не справились С чем Ну Я ответил Да Не с тем С поступательным Движением В развитии Нового Человека То есть Как бы Затормозим Уступаем Молчим По большей части Я имею Ввиду Масонов Да То есть И Это говорит о том Что как бы Не Не справляются Вот Лидеры И идеологи Масонства Не справляются С нагрузками Вел Вел Все хотят Светлого будущего Оно никак не наступит Грустненько Да Согласен Вел Последние Последние у меня Вопросы Алиэкспресс Дипломы Фартуки Ордена Печатка Три копейки Да Коэс Да Вот это и есть Ну Это конечно На Алиэкспресс Не масоны торгуют Но заказывают Это масоны Ну С другой стороны Конечно Это нужно для работы Масонской Я так понимаю Да Но с другой стороны Я как раз О другом говорю Я знаю Вот тоже Некоторых людей Которые Ну на этом делают Бизнес То есть теоретически Не надо быть Никаким масоном То есть вот Раз Раз Сразу получили диплом Ну как Как покупают Диссертации Как мы обсуждали С Пыжиковым С вами То есть диссертации И Дипломы Все это сейчас Покупается Александр Натальцев Саргас Российское масонство Да Значит Вячеслав Воронцов С нами Маргарита Устеменко Каким образом масоны Распространяли Свою духовность В прошлых веках Глобальный вопрос Маргарита Ну каким образом Собственно говоря И сейчас Они это делают Так же абсолютно То есть Они собираются И обсуждают Какие-то Красивые Мощные истории То есть Это у них называется Читать Зодческую Значит Зодческая Это некая работа Не очень большая Обычно Минут на 10 Не больше 15 максимум В которой в общем-то Должен быть освещен Какой-то конкретный вопрос По большей части У масонов Это может быть Конечно вопрос Чисто масонский Там О градусах О ритуалах О предметах Которые используют Масоны В обрядах И так далее Но это может быть И философский вопрос И современный Ну как помните Я вам говорил Что масоны Не любят И не Ведут Не ведут Политические Дискуссии Особенно регулярные Масоны Потому что Ну в общем-то И все масоны Потому что Это предмет Драки Потому что Кто-то там Условно говоря Патриот Кто-то либерал Кто-то какой-то Сатанист Окажется В конечном итоге Поэтому это все Выносится за скобки Во время Вот ложи Во время Когда Собираются Братья-каменщики В ложе Они этого не обсуждают Вот Ну а духовность Они отвечают Заканчивая Отвечают на вопрос Они распространяют Конечно обсуждая Это С Какими-то Другими людьми Ну например У них есть семьи Друзья То есть Это же в общем-то Как бы тоже Работа Это вот как Знаете Распространять Этот От двери к двери Знаете Вот эти ходят Торговцы Вот они там Ходят по одному Или как эти Секта яговистов Седьмого дня Какого-нибудь Они ходят От двери к двери И Впаривают тебе Какой-то там Божественный Текст И вот Собственно говоря Это есть Мелкая Но конкретная работа Руфалев Я смотрел видео Где Лайтман Каббалист Приглашен На беседу К масонам И было понятно Что те другие Все еще ищут Ответы Что у них нет Конечно Да Я кстати тоже Видел это видео С Лайтманом Их много Кстати говоря Но вот А я и не говорил вам Что был найден Кем-то ответ Ничего подобного Я еще раз говорю Наоборот Движение только началось В исторической перспективе 300 лет Которое существует Масонство 350 Это тьфу просто Понимаете Это Только начинается Дорога у масонов И это Здорово Когда есть Какая-то альтернатива Иван Унвера Агапа Общая трапеза Ну Агапа Да Это вы правильно Говорите Иван Агапа Это Трапеза После заседания Вот Ритуального заседания Ритуального Замечу Заседания Есть еще так называемая Белая Агапа У масонов Когда могут пригласить Родственников Например Братьев Которые входят в ложу Но сами Родственники Никаким образом Масонами не являются То есть Ну например Жену можно пригласить Мужа Или Не знаю Детей можно пригласить Совершеннолетних Конечно Ну и Приличных Конечно То есть Друзей конечно Можно пригласить И так далее Артем Азанов Есть ли связь Тайного общества Средневековых Какая же стоянная Мусульманская Братья Чистоты Артем Не знаю Про братьев Чистоты Не слышу Вот Вася Иванов Ложа Слово ложь Хорошее дело Ложи не назовут Ну Да Это конечно Вася у нас Известный Теперь Такой Нарицательный Антисемит И Жидомасон Борит с жидомасонством Да Вася Вы такой Но Это и хорошо Что есть такие Непримиримые С моей точки зрения Вася Нам надо с вами Наверное Это серьезно Все Еще раз Обсуждать Приходите Тридцатого Обсуждаем Ну на самом деле Ложа Конечно Это словечко Русское Вот И Ложь Это русское Словечко А Так Кратко отвечаю Это от английского Слова Как и масон От английского Слова Мэйсон Так и Ложа Ложа От слова Лодж Пять букв Л О Д Дж И Значит Ну Запишите Себе где-то Ну или можете Посмотреть в интернете Вот Это собственно Слово Оно К лжи Не имеет Никакого Отношения Ну В изначальном Смысле Это была Пристройка Такой Сыраюшка Можно сказать То есть Как бы Масоны Изначально Собирались На птичьих Правах Как ранние Христиане Условно В какой-нибудь Сыраюшке Это был Лодж Вася Молоток Ну Да Только Бьет Как-то Не в ту степь И Собственно Говоря Скорее всего Даже бьет Себя По голове Друзья мои Я на этом Заканчиваю Потому что Последний вопрос Слава Богу Что Как бы Вы досидели До Конца Долежали Досмотрели Я надеюсь Что Вам Иногда Хотя бы Было Интересно И Вы Получили Какую-то Информацию Которая Вам Пригодится В будущем Я Уверен Что Кое-кто Из вас Придет Через Шесть дней В понедельник Тридцатого В восемь вечера Я продолжу Этот дискурс Масонский Потому что Я решил В общем-то Сразу Тему Как бы Полностью Добить И Как бы Сделать Ее Финализировать Ее Вот так Вот скажем И Значит Замечу Три момента Это будет Русская тема По большей части Будут Конечно Ответы На Какой-какие Вопросы Которые Меня Просили Осветить Ну Например Меня просил Осветить Вопрос Моя Хорошая Подруга Яна Она Задавала Конкретный Вопрос Вот я Все это Туда Перенес И В общем-то На Какие-то Важные Моменты В Комментариях Которые Вы за эти Шесть дней Накидаете Под этими Фильмами Я напомню Что Мы Повадились Последнее Время Делить Наш Большой Эфир Вот сейчас В данном Случа Четыре С половиной Часа По-моему Сейчас Сколько Там Да Четыре Двадцать Семь То есть Мы его Поделим На Смысловые Блоки И Они Будут Называться Там Соответственно Той теме Которая Внутри Блока Обсуждается Поэтому Вы можете К этой теме В течение Недели Мы Выложим И Вернуться Посмотреть Что-то Уточнить Задать Вопросы Под этими Блоками Ну а Так В принципе Ставьте лайки Каналу Тайным Нет И В общем-то У вас Есть Возможность Финансового Как бы Участия В нашем Проекте И Есть Ссылка Внизу В аннотации Вы Там Можете Сделать Перевод Какой Считаете Посильным И Последнее Ну Как Напомню Что Те Кто Зайдет В аннотации Под роликами Увидит Там Есть Адрес Электронной Почты Адрес Сайта Где Можно Разместить Свои Слова Вопросы Идеи По поводу Масонства И Специалисты Не такие Как я Намного Более Качественные Грамотные Ответят Вам И Возможно Будут Какие Практические Шаги И с вашей И с их Стороны Благодарю Вас Друзья За Этот Эфир И Немножко Стесняюсь Извините Меня Что Я В носу У меня Защипало Когда Я Вспомнил О том Как я Провожал Солнце На закате На берегу Океана Надеюсь Что это Когда-то Еще будет И Вам Тоже Того Желаю Пока